Книга «Открытым оком», 22 том. Тема крещения, вопрос 3501. Как проходит у вас допущение до крещения? Что за совещание или собрание бывает накануне крещения в Потеряевке? О чём рассуждаете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы всё записываем на магнитофон и потому можем представить на обозрение. 28 июля 2007 года. Собрание Церковно-приходского совета по вопросу допуска оглашенных к окрещению. Пропели в начале всем собранием Царю Небесный. Отец Уаким. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, будь милостив к нам грешным. Благослови нас, Господи, на это собрание. «Умудри нас, Господи, и вразуми. Тебе слава во веки веков. Аминь». Игнатий Лапкин. Сегодня у нас собрание по вопросу допуска оглашенных к окрещению. Перед каждым крещением собирается Церковно-приходской совет и поручители. Решение совета носит рекомендательный характер. «Мы, священнику, даем рекомендации. Он самовластно поступает, допустить или не допустить до крещения. Мы ему даем процент голосования. Объяснение, почему именно так. Он присутствует, видит, что мы тут никакой подделки документов не допускаем. Официально все. Поэтому отвечайте конкретно по делу». «Пащенко Владимир Александрович, приезжий с Урала. Родился 8 сентября 1978 года. «Иисус Христос для меня является спасителем моей души, который пролил за меня невинную кровь, предав себя на крестные страдания». Иоанна 3, 16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь. По этой любви Бог, Создатель, послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы ради нас, грешных людей, которые отступили от Господа, и ради этой жертвы, его крестных страданий, мы имели спасение души своей и приобрели жизнь вечную». Игнатий Лапкин. «Когда ты поверил, что Христос является твоим спасителем?» Владимир Пащенко. «Два года тому назад». Игнатий. «Он как спаситель мира или лично для тебя спаситель?» Владимир. «Лично для меня спаситель, для моей души». Игнатий. «А как может быть так, что тебя еще и не было, а Христос бы был спасителем твоим?» Владимир. «Он есть Бог, Создатель». Игнатий. «Но это было две тысячи лет назад. Ты в это веришь, что Он умер на кресте?» «Как это относится к тебе на сегодняшний день через две тысячи лет?» Владимир. «Как Писание говорит, праведный верою спасается». Игнатий. «Значит, для веры препятствий нет?» Владимир. «Нет». Игнатий. «Чем является для тебя Слово Божие?» Библия. Владимир. «Является источником премудрости Божией, который ведет меня ко спасению». Игнатий. «Ему что-нибудь равное есть на земле?» Владимир. «Нет». «И, как говорит Священное Писание, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это Господь сказал». Игнатий. «Но вот слова людей, даже если святыми они признаны, соборные постановления, мы имеем право сравнивать со Священным Писанием?» Владимир. «Нет». Игнатий. «А проверять со Словом Божиим?» Владимир. «Да». Игнатий. «Проверять, действительно ли так они говорят?» «Потому как были соборы, как Стоглавый собор, на котором председательствовал Иван Грозный, а потом было признано, что на нем допущены ошибки». Владимир. «Потому что апостол Павел сказал Галатам». Галатам 1.8. «Но даже, но если бы даже мы или ангелы с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, именно Евангелие». Игла. «А почему ты решил в этой общине принять крещение, а не там, где находился, на Урале?» Владимир. «Опять же, как апостол Павел сказал 1 Коринфянам 14.24.25. «Но как все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог». «Игнатий». «Тебя не могли там никак обличить?» Владимир. «Нет». «Игнатий». «Как нет?» Владимир. «Свет пролился именно через братьев моих, через Андрея и через Володю. А они общались именно с этой общиной, уже находились в ней». «Игнатий». «Ну, а ты сколько времени уже приезжаешь? Какой раз в Потеряевке?» Владимир. «В третий». «Игнатий». «И ты ничего не заметил такого, что оттолкнуло бы тебя, что противоречило бы Священному Писанию?» Владимир. «Нет». «Игнатий». «Как нет? У нас же более пятидесяти человек ушло, которые приняли крещение и которые тоже говорили нет, а потом нашли что-то другое и ушли». Владимир. «Дело в том, Игнатий Тихонович, что мне Господь, как вам сказал, Он дал мне именно понятие света этого. Дал понятие терпения, понятие прощения. Одним словом, Он открыл мне это духом своим святым. Именно через свое слово, ибо оно живо и действенно и острее всякого меча, обоюдоострого». «Игнатий». «Ты сколько здесь находишься? Людям помогал, и ты не увидел, что мы разнимся со Священным Писанием? Говорим одно, а делаем другое?» «Потому что одно дело на бумаге, а другое на практике воплотить. Ты бы увидел, и как обычно в таких случаях говорят, о, говорят одно, а сами какие. Попал я к лицемерам. У тебя такая мысль была, Владимир?» «Нет, Игнатий». «Нигде, Владимир?» «Ну, может, где-то и была, но в основном все здесь соблюдается по слову Божию». «Игнатий». «Ладно, ты по мелочи что-то где-то видел, по-крупному, как будто ты не видел. А дальше, если будешь жить здесь, увидишь. Думаешь, ты жить здесь?» «Думаешь, ты жить здесь?» «Владимир». «Да, Игнатий». «Ну, а потом вдруг увидишь, что здесь не все, по слову Божию, делается. По слову Божию, делается все очень и очень непросто. Да, Владимир». «Но как? Господь же и сказал, что узок путь к нему, и широки врата, ведущие в погибель». «Игнатий». «Ты думаешь жить с братом нашим, а брат встает без двадцати пять всегда. Как тебе это, Владимир?» «Нормально, Игнатий». «Не трудно, Владимир?» «Нет, порой бывает трудно, но по милости Божией, Игнатий». «А как ты исповедуешь Святую Троицу?» «Владимир». «Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. Едино». «Игнатий». «Как едино? Ты же трех назвал, Владимир». «В трех лицах. Бог в трех лицах, Игнатий». «Так сколько богов-то тогда?» «Владимир». «Один, Игнатий». «Кто у тебя поручители?» «Владимир». «Андрей Смирнягин и Володя Пищиков». «Игнатий». «Володя Пищиков был здесь, но он за то, чтобы допустили тебя до крещения. Андрея мы знаем, глубоко верующий человек. Проповедует везде, свидетельствует, борется за правду. Он взял места священного писания и на работе вывесил, чтобы люди не курили». «А местный священник узнал про это?» «Не безбожник, а местный священник патриархийный. Пришел и все это снял. Пришел домой и сжег. Даже вообразить это невозможно. Ни безбожники, ни коммунисты, а поп пришел. Священное писание сорвал и сжег. Андрей пришел к нему. «Вы что сделали?» «А ничего, ты еще напишешь». «То есть более лютых врагов трудно, как Златоуст говорит, найти. Как будто мы всей жизнью обязались воевать против Слова Божия». Характеристика Володи, присланная с Урала, зачитывает Игорь Дыбунов. «Я, Смирнягин Андрей Михайлович, даю характеристику на Пащенко Владимира. Пащенко Владимир ходит в оглашенах уже два года. За это время брат укреп в вере, читает Библию, вникает в нее, активен, ходит на службы, соблюдает посты, свидетельствует Слово Божие, от работы не отлынивает, ходит на занятия по изучению Слова Божия, миролюбив, не злобен. Весь этот срок прохождения в оглашенных был смирен. Мое мнение – допустить брата Владимира до крещения. Хотя не скрою свою внутреннюю тревогу. Хотелось, чтобы это было ошибочно. Да поможет ему наш Спаситель Иисус Христос». Игнатий Лапкин. «Тревога ничем не обоснованна, внутренняя, чтоб хуже с тобой не было ничего. А хуже с какой стороны, может быть? Надумает вдруг жениться. Вот тут у тебя самая-самая большая опасность. Семиглавый змей с дерева нашепчет что-нибудь». Дубунов Игорь. «Тут есть еще дальше продолжение. Не на пустом месте тревога. И пусть наш брат Владимир родится от Духа Святаго. То есть он не видит в нем рождение еще. Игнатий. Но он, может, придает этим словам другой смысл. Рождение понимает в водах крещения. Игорь. Тут еще продолжение. Ефесянам 5.14. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Игнатий. «О, это уже сложнее тогда». Игорь. «Еще апостол Павел говорит». Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение». Игнатий. Судя по этим стихам, Андрей не видит, что ты воскрес из мертвых. «И Христос не стал твоей жизнью». Он, но считает, что допустить до крещения можно. Он надеется, что ты через крещение начнешь расти. Игорь. «Игорь». Тут он дальше пишет. «Я благодарю Господа за эту поездку в Потеряевку, за наших братьев и детей. Они вернулись». Игнатий. «Ну, дальше тут ясно. Он благодарит. Два поручителя, и оба положительно отзываются. Володя у меня был здесь в лагере, я ему не советовал принимать крещение. Отложить еще хотя бы на год. Но опять же, как говорят в мире, палка о двух концах. Вот отец Иоаким говорит. «Ты по каким параметрам определяешь, что вот он негоден? Что все должны как ты быть? Ну, какой я? Как я? Как я, так, может, никто бы и не крестился никогда. Какой я? Никакой. У меня по канонам нет права, чтобы я в подобных случаях отказал. И я никакого права не имею не допустить». Он исповедует Христа, Писание знает. А что еще требуется? Один по городу идет, свидетельствует о Господе. Специально выходит на проповедь. То есть он вам помощник вживую. Действительно, это так, батюшка прав. Но внутреннее желание такое, чтобы человек укрепился. Крещение – это только начало. Иногда крестятся и вопрошают. А что дальше? Ребенок родился, что дальше? Жить во Христе. У меня вчера отец Иоанн Суворов спрашивает. «Даю ваши книги читать. Возвращают, не любят их. Почему?» А я ему прямо говорю. «Вот пророк Исаия сейчас пришел бы на собрание епархиальное. Его полюбили бы?» Да он бы сказал. «Архиереи содомские и гоморские, во что вас бить еще?» Ведь тогда такие же священники были. Они не любят Слово Божие. Слово Божие не один человек писал, а сорок. «Кого архиереи любят, скажите, я буду ссылаться только на того пророка. Они ни одного не могут назвать. Сказал бы кто-то, я люблю Ездру. А я бы сказал, Ездра собрал весь Ветхий Завет. Вот в чем дело-то. И поэтому надо реально войти в эту обстановку. Ты любишь Слово Божие? Ты бы хотел, чтобы твоим другом был Иоанн Креститель. Владимир. Да. Игнатий. Матфей, Иоанн. Владимир. Да. Игнатий. Это значит, что я каждое их слово принимаю, склоняяю перед их словами голову. Я заметил, что у Володи редко бывает непослушание. Как-то я послал его принести пять веревочек. Он принес две. Почему две? Так нам в двух местах только привязать надо. Нет, это не считается. Поэтому он снова побежал на скворечник и принес. Больше нарушений как будто нигде не было. Дыбунова Марина. После крещения я, как поняла, он хочет остаться здесь. Игнатий. Жить будет с Витей. Помогать Игорю Барабашу. А зимой с Дыбуновым договариваемся о работе. Все? Думаю, можно проголосовать. Члены церковно-приходского совета. Поднимите руку, кто за то, чтобы его допустить до крещения. Девять человек за. Один воздержался. Следующий. Хапилина Валентина Сергеевна. 7 апреля 57 года рождения. Живу в Казахстане. Работаю в Народном банке. Контролер-кассир. Ну а сейчас по-новому менеджер. Почему я сюда решила приехать? Я хожу в церковь. И у нас там есть художник Алексей Матюшин. Он читает книги Игнатия Тихоновича. И вот он мне предложил книгу прочитать к истинному православию. Я ее прочитала. И когда дошла до строчки, плачет. Что при крещении Бог прощает все грехи? Простите. Ну и Алексей мне посоветовал читать дальше книги. Правда, я мало еще прочитала. Открытым оком первый и второй том. Конечно, ошибка моя в том, что я не стремилась сильно познать Слово Божие, Библию. Да и вообще я мало знаю. Читать читала. Я в основном на церковнославянском. И все не понимаю. Но когда взяла три книги Нового Завета с толкованием, которые тоже Алексей мне дал, стала больше понимать. Что не понимаю, у него спрашиваю. Но честно признаться, вот такого рвения у меня еще нет. То, что меня сильно побудило покреститься, это то, что Бог мне простил грехи. А вот здесь пожила я недельку и, глядя на всех, с кем я общаюсь, разговариваю, увидела, что все действительно изучают Слово Божие, Священные Писания. И у меня появляется желание тоже самой знать. Действительно, для чего я живу и зачем я пришла в этот мир? Снова плачет. Конечно, если вы меня и не допустите до крещения, я буду стараться познавать больше. Хочу уезжать, и если получится, взять книги Игнатия Тихоновича. Хочу переписываться с вами, Игнатий. Теперь по вопросу конкретно. Кем для тебя является Иисус Христос? Валентина. Для меня он в первую очередь спаситель, помощник мой. Потому что, когда я в молитве прошу Бога, и в этом я даже сама убедилась, еще даже не зная ваших книг, он мне на молитве, по молитве моей помогает. Потому что я как-то раньше не молилась за детей своих. У меня дети такие же грешники, как и я. И впали в такие же грехи, как и я. Плачет. Я поняла, что кроме Бога мне никто не поможет. Друзья мои, все родственники, все грязные. Игнатий. Так, к священнику-то подходила со своей скорбью, что не знаешь Слово Божие. Валентина. Я причащалась, исповедалась в своих грехах. Игнатий. Я ведь не об этом спрашиваю. К священнику, чтобы прийти, рассказать и спросить, что же делать теперь. Дети верующие, крещеные. А на самом деле ничего нет. Валентина. Нет, не подходила. Игнатий. Священник ваших детей знает? Валентина. Нет, не знает. Игнатий. Ваши дети хотя один раз причащались? Валентина. Да, дочь и сын причащались. Но после причащения они еще хуже стали. Дочь и сын. Такой же блуд, пьянство. Игнатий. Ты говоришь, что Христос твой спаситель. А в каком смысле он спаситель? Спасителей много в мире. Страну спас. Спаситель жуков. Сталин тоже спаситель. Валентина. Но если я буду соблюдать заповеди Божии, изучать Слово Божие, жить по Святому Писанию, тогда Он меня и спасет. Игнатий. А как ты жить-то сможешь? У тебя и силы нет. Ты никогда не будешь жить по Слову Божию. Для этого нужна сила. А где эта сила? Валентина. Ну, я думаю, сила в крещении. Игнатий. А какая там сила в крещении? Вода и все. Валентина. Сила Святаго Духа. Игнатий. Говорите, что Иисус спаситель. В каком смысле Он спаситель? А Моисей разве не спаситель? Он спас народ израильский из Египта. Он тоже спаситель. Чем Моисей отличается от Христа? Валентина. Потому что Бог пришел и искупил своей причистой кровью наши грехи. Игнатий. И ты в это веришь? Валентина. Да, Игнатий. А в чем у тебя сомнения в том, что ты читала в Библии? Чему ты не верила, думала, что это человеческое? Люди написали. Валентина. У меня были сомнения. Сомнения знаете в чем? У меня сын сильно пил. И я вот молилась, молилась. А Бог меня не слышал и не помогал. А потом как-то все так произошло. Он перестал пить. Игнатий. Я спрашиваю о Слове Божьем, когда Библию читаете. Какому месту Писания вы не верите? Я не о молитве спросил. Вот читаешь. И... Ой, да это неправда. Да такого быть не может. Это сказка. Такое было? В Библии есть такое место, чтобы ты ему не верила? Валентина. Да я толком-то и не знаю Библию. Игнатий. А таких много прихожан у вас в храме. Чтобы они не знали Библию. Валентина. Мы не изучаем Библию. Игнатий. А батюшка знает, что вы Библию не читаете? Валентина. Он меня не спрашивает. Игнатий. Он точно знает, что они не знают. Потому и не спрашивает. Чего он будет спрашивать-то? Смысл-то вот в чем. Апсалтырь в церкви читаете? Валентина. Да, я на клиросе. Игнатий. Ты клирошанка? Валентина. Да. Игнатий. И много ты из псалтыри понимаешь? Какое у тебя чувство? Бодрость, апатия, сонливость. Какое чувство у тебя появляется при чтении псалтыри в церкви? Валентина. Я там, можно сказать, ничего не понимаю. Я читаю шестопсалмия. Когда читала на церковнославянском, я не понимала. А когда купила молитва слов, там был перевод на русском. И я первый раз прочитала и начала плакать. Отец Иоаким. А первый раз в церковь ты, Валентина, пришла по какому побуждению? По какой причине? Валентина. В церковь я начала ходить с 93-го года, когда у меня родители умерли. И отец Иоаким. Значит, тебя смерть родителей побудила пойти в церковь? Валентина. Да, мне бабушка говорила, чтобы я ходила и молилась. Игнатий. По мнению Матюшина Алексея Егоровича, она достойна быть крещеной. Я вот с ней рядом побыл и ей сказал. Ты никакая. Тебе минимум три года надо среди оглашенных толочься. Но одно «но» есть. Во-первых, исповедует она Господа. Дальше она никогда сюда больше не приедет. Ей в Мамонтово надо вставать на учет, проехать границу, то, другое. Да она не одна, а с внуком. Я посмотрел и сказал. Если тебя батюшка допустит до крещения ввиду супер-необходимости, так скажем, то ты побудь пока в оглашенных. Как тут у нас вот один брат крещения принял ввиду смертной болезни, а потом в числе оглашенных оказался. Пусть немножко по-другому, но Бог иногда меняет порядки. Отец Суаким. А ты обращалась, чтобы в полное погружение тебе крещение принять? Валентина. Нет. Отец Суаким. А почему? Валентина. Ну, мы с Алексеем решили, чтобы сюда приехать. Игла. Батюшка, она же клерошанка. Ты не найдешь на всем земном шаре, чтобы клерошанку свою моченую. Да в полное погружение поп согласился крестить. Это однозначно. Их скудное мочение – это как печать какая-то. И уже ни один поп не допустит из-за этой печати мочения до крещения. Отец Суаким. Это я знаю. Обратиться надо было. Дайбунов Игорь. Я думаю, что вы просчитали что-то такое. Вы знали, что он вас не будет крестить. Или почему вы не обратились-то? Обычно к священнику подходит, когда узнают, сколько благовествовали мы. И несколько человек с нашими материалами к истинному крещению, после того подходили в Никольский храм. Там есть баптистерии, и там их крестили. Я даже удивился. Несколько человек таких уже. Они подходили и говорили. Вот, видите, тут написано, что надо полным погружением. А вы будете? Да, мы будем. Их раздевали и погружали. Игнатий. Но только они не говорили, что они были моченые в церкви. Вот что. Однозначно, все до одного. Если человек ничего никогда не слышал, церковь не ходил, вот такую бы он стал крестить. А Клерошанку не один. Никогда. Потому что он боится архиерея. И за это дело архиерей его прищучит. Вот в чем дело. Виктор Андреевич Яковлев. Я думаю, что она сильно доверяет Алексею. А Матюшин связан с нашей общиной. Поэтому выход сразу сюда пошел. Да, у него больше и выхода нет никакого. Он нас знает. В мой дом вхож был. Очень близкий мне. Дыбунов Игорь. И понимал, что батюшка ее просто не крестит. Игнатий. И сам Алексей не крещен в полное погружение еще. Еще готовится. А она жалуется. У меня нет памяти. Я взял на заметку, помолился. И мне как открылось. Да это же самая натурально хорошая прихожанка. Это как раз задача для священников, чтобы ни у кого памяти не было. Он тебе такое и сделал. Зачем память-то? Писание знать не надо. Шестопсал мне в руках написанное. С лишним вопросом к папу не лезет. Да это же идеальная прихожанка. Ему это как раз и надо, чтобы вообще рождались беспамятными, как манкурты. А если память есть, да еще она запомнила несколько мест писания, то сразу к батюшке подходит. А он. Да ты чего? Ты где нахваталась? Ты где была? И он тебя рано или поздно вычленит. Вот беда-то какая. Другого выхода у нее никакого нет. Или ты осознай это и проси памяти. А нет, значит, захрясни, чтоб тебя слышно не было. Потому что память – это враг поповский. Он тебя сразу задушит с твоей памятью. Дыбунов Игорь. Игнатий Тихонович, это то же самое, что у Третьяковой, у Татьяны Аксеновой и Стагула. Была она клерошанкой, похожей на Валентину, один к одному. И как только она начала читать священное писание, задавать папу вопросы, он ее тут же захватил, поставил на учет, на исповедь не допустил, изгнал их из храма. Потом простил, правда, потому что она молчала. Если поп узнает, что она окрестилась, он ее сразу изгонит. Игнатий. Вот это они считают опасным учением барнаульским. И он ее изолирует. Огромные скорби ждут тебя. Татьяна Кузьминична Капустина. Продержишься, нет? Валентина. Буду молиться Богу, чтобы Бог помогал мне. Но я еще не только на клеросе. Сейчас батюшка вел еще читать псалмы, беспрерывное чтение. Вот у меня с семи до восьми чтение псалтыри. Алексей с шести до семи. А я с семи до восьми. Игнатий. На каком языке читаешь? Валентина. Я читаю на церковно-славянском. Алексей читает на русском. Но батюшка ничего не говорит. Игнатий. Но это большой прогресс у папа. Валентина. Но если батюшка мне не разрешит на клеросе читать на русском. Игнатий. Правильно. От нее больше ничего не добьетесь. Решайте. Виктор Андреевич. Готовы ли вы нести предвиденные гонения? Крест этот. Валентина. Я готова. Игорь. А как вы понимаете слово троица? Валентина. Троица – это единый Бог. Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух. Все едино. Игнатий. Для любого батюшки это достаточно, чтобы допустить до крещения. И ничего больше не требуется. Тут слова святого нонна епископа. Приходящих от блудной жизни не скоро допускать до святого крещения. Это изречение, конечно, нигде не работает. А я просто вычитал и говорю. Но учитывая, что ей больше никогда здесь не быть. Игорь. Вы говорите, что вы начали книги читать. А вы вместе не собираетесь хотя бы вдвоем? Или как-то это неудобно? Валентина. Мы с Алексеем встречаемся после службы. Я прочитаю. Мне что-нибудь непонятно. Я у него спрашиваю. Игнатий. А я все время повторял. Третий том открытым оком. Приезжает Денис, сын Дуси, нынче сюда. Я решил с его женой познакомиться. Спросил. У вас занятия идут? Да. А где они идут? Мы собираемся минут на тридцать после службы в трапезной. Ну, там так скучно. Какая программа? Да никакой нет. Нисколько раз? Раза два в месяц. Что конкретно проходите сейчас? Батюшка одно и то же говорит. Не грешите, делайте добрые дела и спасайтесь. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. Через неделю опять. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. А еще через неделю. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. Да больше и ничего нет. Слово «чаще» встречается всего два раза в Библии. Сирахова 31. Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Чаще эпитимию давали бы, а не потворствовали грехам прихожан. Новая религия. И такой Христос не оставлял, что как можно чаще исповедоваться и чаще причащаться. И о причастии написано только один раз. Ты будешь настаивать на том, в разговоре с Алексеем, чтобы собирались и по третьему тому открытым оком начали проводить занятия по изучению Евангелия от Марка? Валентина. Да. Игнатий. Вопросов больше нет? Виктор Андреевич. Если у нее будет желание, и Господь так устроит, то она еще приедет к нам. Игнатий. Да я не желаю. Она такие мунки претерпела. И мы с ней претерпели. Отец Иоаким. Если она приезжает, и я ее приглашаю, то я должен вначале поехать в сельсовет, взять справку, что у меня есть дом. Этот день я потратил. Теперь в другой день не нужно мне ехать в районный центр Мамонтова за 60 километров. Приехал туда, а там говорят, неприемный день, приезжайте послезавтра. Игнатий. Она нас заблокировала тут буквально на неделю. Ладно, Лена Барабаш поехала, все сделала. Игорь. Получается только так. Надо кому-то к ним ехать и там вести занятия. Игнатий. Алексей будет проводить там. У них книги есть. Не надо ехать туда. Поедешь, а там точно так же, как и здесь. Еще мы не знаем, какая польза от этого. Но вред мы уже видим от разделения. Вот почему, когда распространялось христианство, и одна была империя. Одни дороги, то это содействовало распространению христианства. Проголосуем. Пять за пять воздержались. Воздержались, понятно почему. Не знают ее. Дыбунова Марина. Батюшке отвечать за нее придется. Игнатий. Батюшкины решения. Понимаете, что, учитывая это, с чем она поедет, и больше никогда не вернется. Я говорю, прежнее тебе не вернуть. И память тоже. Но будешь просить, Бог что-то даст. Порошинку какую-то. Она не одинока. Они все такие. А которые, маленько соображают, память не отшибли, как Татьяне Павловне из Тагула. Поппи ее гноит. И гноит до смерти. И он никогда не простит, потому что она выбилась из того ряда. Она стоит, а он режет ее. И она ничего, она смиряется, собирает людей, распространяет книги. А у него инструкция только одна. Убить. У него больше ничего нет. Убить и погубить. Игорь Дубунов. Добавить только до смерти своей, может быть, нужно терпеть, потому что она уже двоих пережила попов. Сокольских Елена Валерьевна. 1994 года рождения. Живу в городе Барнауле. Игнатий. Сколько тебе лет сейчас? Лена. Тринадцать. Игнатий. Когда в первый раз стала ходить к нам? Лена. Год назад. Игнатий. Год назад срок у нее совсем маленький. Кто поручители? Дубунова Марина. У нее по уставу крестная. Возраст не тот, чтобы давать поручителей. Согласована с юристом и с батюшкой. У нее крестная Ольга Викторовна у Нагаева. Ольга. Лена ходит год. Узнала о Христе от папы. До этого изучала древние религии, древний мир, мифологию Греции. Все это ей было очень интересно. Вообще девочка очень развитая, умная и ищущая. И узнав о Христе, она поверила по слову отца и стала изучать Библию. Много читает, ответственная, не многословная, не избалованная. Игнатий. Верующим взрослым стыд-то какой слышать это. Ольга. И даже для меня примером является. Игнатий. Ты за то, чтобы допустить ее, Ольга? Да, я не вижу никаких причин, чтобы ее не допустить. Игнатий. Так, я не участвую в разборе, а в конце скажу. Наталья Приходько. Можно я скажу? Я как воспитатель Лену знаю уже год. В прошлом году мы с ней общались, потому что я все лето была в лагере. И в этом году неделю мы с ней пообщались. Что мне в ней нравится, так это то, что у нее есть не по годам очень глубокий самоанализ. Она ведет дневник. Меня это поразило. Относительно Веры у нее такие глубокие рассуждения для 13-летней девочки. Она задавала мне такие вопросы и о смерти, и о вечной жизни. Вот когда я уже уезжала, то смотрю, она плачет. Я говорю. Лен, что ты плачешь? А вы знаете, я ведь к окрещению готовлюсь, а никто со мной не занимается. У меня столько вопросов, а ответов я на них найти не могу. И ребенок горючими слезами плачет. Я у взрослых такого не видела. У меня сколько поручаемых было, ко мне вообще никто никогда сильно-то и не приставал. Бывает, прямо выжимаешь человека, на откровение вызываешь. А это ребенок, 13 лет. И вот тогда я начала ей вопросы наводящие задавать, и она начала мне говорить. И она говорит конкретно по священному писанию. У нее и память хорошая. Она запоминает слету сразу все. И священное писание, и высказывание святых отцов. Я поняла из ее разговора, и из того, как она мне говорила об этом, что у нее действительно есть вера. Но меня очень беспокоит ее мать, потому что мама у нее человек неверующий, человек очень прогрессивно неверующий, атеист, воинствующий. И при том, имеет в семье, я понимаю так, очень сильный вес. И за нее просто очень сильно... И я за нее просто очень сильно боюсь, Игнатий. Ты с мамой встречалась хоть раз, беседовала, Наталья? Ну, мама, вот она стоит, Игнатий. И что, она не хочет, чтобы она была верующей, Наталья? Ну, судя по разговорам мамы, как она активно спорит относительно вопросов веры и догматов веры, при том, богохульству я вполне допускаю. При том, я вижу только практически, какая на людях она, а что дома бывает. Меня это очень настораживает. Игнатий. А ты, Лена, вот что она говорит, согласна с этим? Лена кивает головой. Игнатий. А устоишь ты, если на тебя будут гонения, давление, не потеряешь это сокровище, бисер, Лена? Надеюсь, что устаю, буду молиться, Наталья. Потому что влияние матери на дочь это всегда очень много значит. Это ее будет счастье, если она рано выйдет замуж за кого-то из верующих, Игнатий. Она мне задала вопрос, Лука 14, 26. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, тот не может быть моим учеником. То как вот я должна? Прочитала в толковании, говорит, мне еще надо пояснить. Добунов Игорь. Она действительно немногословна, потому что мы с ней благовествуем, ходим по улицам. И особенно хорошо, когда речь заходит о лагере, когда она идет рядом, а я говорю о лагере людям. И они заинтересовываются, потому что рядом ребенок идет. А я еще в одежде такую церковную одет. Но она никогда не говорит. Я вот удивился сейчас, что она плакала. Я ее на разговор выводил. По городу-то мы долго шли. Она мне вообще ничего не отвечала. Такая немногословная. О Христе скажи, почему Он для тебя спаситель? Лена. Я верю, что Он мой спаситель, что Он пришел на землю во плоти. Был за меня распят, чтобы я смогла приобрести жизнь вечную. Чтобы мне были прощены грехи. Игорь. А о страхе Божьем ты как-то понимаешь? Лена. Да, нужно страшиться Бога. Нужно исполнять Его заповеди. Дабынова Марина. А в школе как у тебя? Тебя там никак не преследуют? Потому что я знаю, что ты внешне по-христиански всегда выглядишь. Лена. Ну, в классе ко мне относятся нормально. Но бывают посмеиваются. Игнатий. А ты как к этому относишься? Лена. Ну, я за них молюсь. То есть я на них не обижаюсь ни на кого. Татьяна Капустину. Можно я еще скажу маленько о том, что меня тоже поразило? Я, в общем-то, не очень хорошо знаю Лену, но я увидела Лену на улице. Она идет со своими одноклассницами. Все девочки одеты по-мерзки, а она идет в юбке длинной, в платочке. И меня это поразило. Потому что многие у нас прошли через это испытание, платок. Когда на работе не могли, когда осознанно пришли и не могли надеть этот платок. А она уже ходит в платке. В лагере мы здесь с ней поработали. Я скажу, добросовестный очень человек. Меня это тоже очень поразило. Необходимость молитвы у нее есть. Игнатий. Дело в том, что я ей выделил место здесь. Она утром один час занималась отдельно с книгами. Потом какие вопросы возникали, я ей отвечал. И после обеда час-два она занимается. Сколько ты уже занимаешься, Лена? Три недели. Игнатий. Ежедневно по три часа минимум занимается Словом Божиим. И ее не надо понуждать к этому. И задает вопросы. И была она мне не в тягость. Очень хорошую характеристику и Наталья написала. Меня вызывает, конечно, беспокойство семейная обстановка. И беспокойство растет. Появятся мальчики. Мы говорим сейчас о Боге. То есть, признавая Бога, мы признаем и сатану. А сатана будет действовать именно с той стороны. Это самая большая для тебя опасность. Нигде не появляться тебе одной. Ни с кем из мальчиков не разговаривать. Ни к кому не заходить, ни звонить, ничего. Господь все это усмотрит. Они ранее сегодня. И поэтому дьявол их на этом ловит очень легко. Тем более дьявол-то слышит наши разговоры. А ему это крайне неприятно. И у него уже там наготовлено 12 валерок, 40 сережек. Дальше знакомство. И он в твоей сане запряжет. Он в свои сане запряжет. Ты понимаешь это? У кого вопросы есть? Батюшка, отец Иоанн. Отец Иоанн Суворов из города Тулы. Да вопросов-то у меня вы знаете, Игнатий Тихонович. Вот если мы читаем деяния апостолов, то когда апостол Филипп встретился с хранителем сокровищ царицы Кандакии, то там оглашение длилось совсем немного. Вера-то она у всех так, знаете, приливы и отливы. На сегодняшний день не только у Лены, но и у всех вера может быть такая, что мы готовы пойти на костер, на исповедничество. Может случиться так, что наша вера уменьшится до такого состояния, что на нее в микроскоп только смотреть. Я бы, конечно, допустил эту девочку, уже видя задатки, которые у нее есть, судя по характеристикам, по ее поведению, даже по ее внешнему виду, я бы, конечно, допустил, крестил такую девочку. И даже вот у себя на приходе я привожу примеры из жизни христиан, но не православных, баптистов. Все, что можно взять хорошее у других, я стараюсь все-таки принимать и ставить на вид. Даже своим дочерям ставлю их пример. У нас через квартал дом баптистов, их сразу отличишь. Юбки длинные, как ваши девочки, косыночки, кофточки скромные у всех. Просто внешний вид говорит, что это идет христианка. Уже в этом есть исповедничество. Как хоронили недавно баптистского пресвитера Крючкова Геннадия Константиновича. Я привел пример, что можно всем православным брать пример вот у этих баптистов. Да, у них нет священства, нет таинств, к сожалению. Ни креста, ни икон, ни крестного знамения. Но у них есть любовь к Слову Божию, о котором так вы радеете. И все эти плакаты, транспаранты, с которыми они шли по улице. Для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Он любил Бога и церковь, течение совершил, веру сохранил. Везде все в таком плане. И слово мое возлюбил и от меня не отрекся. Кажется так. Вот такие транспаранты. И говорю, что мы все это точно можем брать как хорошее. А плохого у нас море вокруг. Но если бояться этого, то мы потонем, то все-таки с нами Христос. Вера и благодать все-таки могут человека сохранить и укрепить даже там, где нет никакой поддержки. И образца подражания можем и не видеть. Но в отношении Лены и даже вот этой женщины из Казахстана, Валентины, то же самое хотел бы сказать. У нее великая скорбь. Я понял, что у нее неверующие или очень беспутные дети. Но ее смирение, ее вера в Бога даже на то подвигли, чтобы ехать в такую даль, как вот к вам. А это уже большой плюс ей. Я вспоминаю, как ко мне пришла на исповедь одна больная из психиатрической больницы. Ну, больные разные бывают. Но иногда и у больных что-то беру полезное. И себе даже делаю назидание. Начинает каяться, плакать, что сын пьет, бьет. И она невинно страдает. И все виноваты. И вдруг женщина мне говорит. Я, батюшка, тяжело больна. Но у меня сын окончил институт, и у него появляются признаки того заболевания, что и у меня. Я очень молюсь, чтобы Господь его сохранил. Я пью чашу вот этих страданий за свое беспутство. За свои аборты, за свою безбожную жизнь. Я даже не прошу, чтобы Господь меня избавил от этого. А прошу, чтобы он укрепил меня нести свой крест. Какие мысли у человека? Она не ропщит. Она благодарит Бога, что он послал ей этот крест заслуженно. Только просит. Господи, сохрани мое чадо, чтобы оно не попало сюда, в это заведение. Очень приятно было видеть и слышать вот это собрание. Конечно, у нас этого нет. Но хочу сказать и другое. Игнатий Тихонович, не думайте, что все попы плохие. Хотя во всем я согласен с вами. Из-за ваших характеристик, которые вы даете сегодняшнему православию и священству, могут плохо относиться к вашим книгам, к вашим общинам. Некоторые просто читают и говорят. Вы знаете много спорного, но во многом согласен. Внутренний голос – это голос Божий. Он не дает соврать человеку. Я могу говорить, а сердце будет говорить – нет, Игнатий прав. Вы мне не нравитесь, когда вы там оскорбляете все. А сердце говорит – Игнатий прав. Поэтому я и приехал к вам. Я даже стараюсь помочь хоть в чем-то. Еще один момент. Пусть каждый из сидящих скажет. И для меня вопрос сейчас такой. Бог по евангельской притче дал каждому человеку несколько талантов. Какой у меня талант? Я хочу и прошу. Господи, в чем я могу быть полезен? Я вижу, что я не проповедник, я не благовестник. Как кремленам Павел пишет, что если имеешь дар пророчества, пророчествуй по мере веры. Учитель, учительствуй, увещевать, увещевай, раздавать, раздавай в простоте, благодари с радушием. Что у меня? Где, на каком поприще я могу себя проявить? Но ведь не может быть так, чтобы все сразу было. И апостол говорит, что мои пожелания, чтобы все приобрели тот дар или талант, которым Господь нас наградил, без таланных нет людей. Один раскрывается в музыке, в пении. У другого может быть в милосердии, жалости. У третьего дар проповеди слова, как у вас. Обильный дар, как я считаю. То, что вы делаете. Но не у всех эти таланты. Мы не все можем. Вот вы все хотите поставить в благовестники. Но мне кажется, порой вы навязываете тот дар, которого у человека нет еще. Или он в таком зачаточном виде, что его невозможно сразу приобрести. Пусть каждый нащупает, где и что я могу. Бывает так, что слово может настолько укрепить, что, думаю, это действительно дар Божий. Все тебя ругают, а один человек тебе сказал несколько слов. Но это так укрепляет, что начинаешь чувствовать в себе силу. Вот мои пожелания. Но в отношении крещаемых, то я, конечно, таких ваших уже подготовленных к окрещению допустил бы. И Володю. Ибо вижу, что в них есть главная эта вера. Мы не можем ее замерить линейкой. Но она у них есть. Игнатий. Отвлекусь от этого, отец Иоанн. Вам только скажу, что совсем согласен, да и аминь. Относительно благовестия. Все до единого должны быть благовестниками. Когда обо мне напечатали статью в газете лечебные письма, то стали приходить письма. И если пришло, допустим, 50 писем, то из них 40 написали иеговисты. А остальные кто попало? Одна виссарионовка и остальные православные. Православные пишут все одинаково. Хожу, ничего не знаю, сын пьяница. Бабушка и яговистка, 82 года, ей пишет мелким почерком. Я вот ходила в церковь, ничего не понимала, так как мне не рассказали. И, наконец, Бог услышал мою молитву, послал добрых людей, яговистов, конечно. И они мне рассказали, я хожу к ним. И они все меня уже приобретают. Я инвалид второй группы. У мужа выпрашиваю на конверты. Не хватает денег. Ни одной бабки во всем союзе, во всем православии за 2000 лет такой не было, что бы мирянка, 82 года, инвалидка, и она бы так ревновала о благовестии. Это зависит от вас. Зажгите этот огонь. Благовестие – это исповедание. Я верю во Христа, я люблю его, и больше не надо ничего. Я читал про одного иностранца. Он попросил, напишите мне на русском языке, Бог есть любовь. И он ходил по пирсу, а у кораблей советских тогда не очень-то развернешься. У меня на русском языке есть Евангелие. И моряку дал. Тот приехал сюда, по Евангелию уверовал, и теперь он никогда уже православным не будет. Всего только два слова. А другой ходил, ибо он не слышит, и стучал к каждому, улыбался и давал афишку. А там написано «Скоро будет суд Божий, Бог всех возлюбил, ждет». А когда посылки паковали в одной общине в Сиднее, один и спросил другого «Ты как обратился?» Да глухонемой постучал, дал выдержку из Библии. А ты? Я был в Бомбее, мне там один глухонемой, и оказалось, что половина общины уверовала от одного глухонемого. Вот чего не хватает-то. Отец Иоанн. Ну, может быть и так. Дыбунов Игорь. Можно добавить коротко. Дело все в том, что мы много благовествуем сейчас, и когда мы подходим к церкви, то нас оттуда гонят. На основании того, что если человек просто взошел на паперть храма, то он становится уже прихожанином этого храма, то есть священнослужители какую ошибку допускают? Совершенно не зная человека, они надеются на какую-то невероятную благодать Божию, что как только человек наступил на священную землю храма, вдруг приобретает какие-то невероятные знания, веру и так далее. Он мертвец еще. И это ваша, я говорю, тоже ошибка. И наш батюшка стоит тоже приблизительно на таком же уровне. Отец Уаким. Игорь, занимайтесь по делу. Не надо. Игнатий. Так, по делу. Следующий вопрос. Игорь. Учить надо. Отец Уан. Согласен. Я бы проголосовал, но мой голос вы знаете. Игнатий. Девять за один воздержался. Лена была у меня в лагере Стане с 19 июня. С самого начала и ни одного замечания ей нет. Какой год ты здесь? Лена. Второй. Игнатий. За два года ни одного замечания не было. Дыбунов Игорь. Она на все занятия ходит. Сокольских Валерий Сергеевич. 1966 года рождения. Лена, его дочь. В настоящий момент работаю каменщиком. Уверовал в Бога около 20 лет назад, но о Христе услышал только тогда, когда пришел в общину. Уверовав в Бога, я увлекался разными теориями. Изучал йогу, был близок с буддизмом, встречался с разными людьми, христианами и в церкви Христовой с американскими миссионерами, с баптистами. Ходил в храм в городе Рубцовске, но мало что понимал и читал писание просто как книгу, в которой было очень много непонятного. И только придя сюда в общину, как бы сказать, разложилось все по полочкам сознания и в душе. Пришло понимание, и оно укрепляется со временем и с каждым днем. И, что самое главное, появился страх Божий. А раньше о нем даже понятия не было. То есть, уверовав, я как бы просто установил факт, что есть Бог. Ну, есть и есть. Он был как бы где-то далеко и вроде как бы отдельно от меня. Сегодня совершенно по-другому. Я знаю, что Бог любит нас и меня. И Христос, распявшись две тысячи лет назад, уже знал обо мне. И за меня он проливал кровь. Потому что мир устроен так, что за все нужно платить. Бесплатного ничего нет. И мы на суде Божьем за каждое слово будем давать ответ. И от слов своих осудимся, и от слов своих оправдаемся. Но за каждое действие человек должен заплатить своей кровью. Но это невозможно, потому что тогда просто наступит физическая смерть. Поэтому Христос пролил за нас кровь. Чтобы мы, уверовав во Христа, имели жизнь вечную. Игнатий Лапкин. Так вот, скажи, когда твоя дочь Лена рассказывала о себе, то ты сравнение делал со своим положением? Валерий. Да, делал. Игнатий. Чем объяснить, что у тебя такие частые пропуски и опоздания в храм на богослужение? Что у нас не допускается, согласно канонам церковным. Ты не устал выискивать причины? Если бы дневник вел, у тебя бы дневника уже не хватило бы на опоздание одни. Валерий. Но опоздания были, когда дочь еще не ходила со мной в храм. С дочерью я ни разу не опоздал. И, честно говоря, она для меня стала очень сильной поддержкой и подмогой. Чего я даже не ожидал. Я долго думал, как ее привезти в храм, в церковь, как ее приучить, дать ей писание. Потому что она тоже увлекалась историей древнего мира. Но Бог так устроил, что мне достаточно было ей показать, и она сама пошла. Я даже сам с нее иногда могу брать пример. Хотя бы в ее рвении. Потому что у меня, когда я прихожу с работой уставшим, вообще ни до чего сил нету. Игнатий. А кто ты по специальности? Валерий. По образованию я учитель английского. Игнатий. А почему пошел в каменщики-то? Валерий. Ну, во-первых, мне очень нравится эта работа. Это строительство, это созидание нового. Мне нравится кропотливая работа. Игнатий. Скажи, пожалуйста, ты читал «Житие блаженного Августина»? Валерий. Нет еще, Игнатий. Там рассказывается о матери его, Монике. Она молилась за беспутного сына и везде за ним ездила. И на стадион, и везде, и молилась. И когда он обратился, то с сыном стали молиться за отца. Отец в дальнейшем станет даже епископом. «Я к чему спрашиваю? Вы не думаете, что на вас сейчас обязанность лежит начинать молиться за жену, чтобы ее Господь привлек? И теперь уже вас двое и оба члены церкви и других к этому побуждайте ее на руках молитвы нести. Я-то с ней мало беседовал. Я бы, например, взялся за ту работу». Валерий. «Да, я об этом думал, потому что жена это у нас очень сильная. Если не препятствует, то груз, который нести надо». Игнатий. «Свободен ли ты в посещении богослужений? Не препятствуют ли родственники? И получил ли ты свободу от своих?» Валерий. «Не препятствует, свобода есть, хотя есть постоянное давление. Даже со стороны моих родственников, родителей, теток, дядек, какие-то насмешки, советы, что, мол, куда ты вдарился, с ума сошел. Но это все легко отметается. Это очень слабое давление. Это как муха жужжит по духам, так и они». Игнатий. «А на будущее ты письменно. Мне это нужно, ибо я староста общины. Даешь ли обещание не опаздывать и не пропускать богослужения?» Валерий. «Даю». Игнатий. «А ты как считаешь, вот это опоздание и пропуски свидетельствуют о внутреннем состоянии, об отношении к церкви?» Валерий. «Обязательно». Игнатий. «В этом вопросе любую православную бабушку можно поставить в пример. Как они бегут, как торопятся, чтобы не опоздать, потому что у нее больше ничего нету. Храм Господень, храм Господень». «И пророк однажды высмел» Иеремия 7,4. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. А меня там давно нет. Поэтому мы не знаем, есть или нет. Но так принято считать, что без храма нам трудно. Там таинства совершаются, и поэтому опоздание – это проступок, который достоин наказания, и эпитемии. Марина Дабунова. Давайте послушаем поручителей. Третьяков Игорь. Что могу сказать о Валерии? Такой духовной близости у меня с Валерием не произошло, как появилась она у меня с Игорем Дабуновым, с другими братьями, с Виктором Савченко. Для меня Валерий так или иначе в конце концов полузакрытая книга. То есть я не могу понять ее состояние. И сколько у меня бесед с ним было, я так и не понял, на каком месте священного писания он обратился ко Христу, что его коснулось непосредственно. То есть он говорил, что у него был постепенный путь к Богу. Но на каком именно моменте он приобрел осознание, что он грешник, что он погиб, этого я не увидел. Он как человек очень покладистый, спокойный. Первый раз мы его встретили на стройке. Был Волков Вячеслав и я. Он как раз через нас троих и Романа Шимко пришел к нам в общину. Месяца два назад я видела его, он ходил на курсы Айкидо, то есть восточное единоборство. Меня это сильно поразило. Ко мне он не подходил, вопросов духовных я ни одного не слышал. Занятия он посещал регулярно. Кажется, ходил несколько раз на благовестие. То есть сказать про его духовное состояние мне очень сложно. Я не могу сказать, готов он или не готов. Сказать, что он не верующий, я не могу. Он верующий однозначно. Но вот эти опоздания, это какая-то необязательность, это Айкидо. Когда я обратился ко Христу, для меня было однозначно, что это все не христианское. Я боялся, буквально ужасался этого. Здесь ничего этого нет. Хожу в храм, у меня все нормально. Марина Дабунова. Про Айкидо, пожалуйста, поясните, что это? Игорь Третьяков. Случайно увидел нашего брата с длинной палкой такой. Айкидо – это борьба, которая не предполагает нападения. То есть самая мирная восточная борьба. Мирная. То есть я сразу поясняю. Там нет нападающих приемов, там только приемы самозащиты. То есть очень привлекательно для христиан, что на тебя нападут, ты можешь защититься. Но тот, кто основал, он изучил все виды. И это был настоящий убийца. Можно сказать, основатель этого так называемого мирного вида. Вот так у нас брат туда и пошел. Мое свидетельство такое. Неопределенность. Игнатий. Все понятно. С тем, что Игорь сказал, я полностью согласен. Какое местописание тебя тронуло? На чем ты обратился? У каждого должен быть какой-то стих. Я просто в этом уверен. Какое слово тебя коснулось? Антоний Великий мог показать, какое слово. Пимен Великий мог. Как сверкнуло это местописание, говорит. И он тогда решил все оставить. Только он пошел не в ту сторону. В монастырь. Но, однако, местописание какое-то его подвигло. Какое местописание тебя привлекло ко Христу, Валерий? Я не могу сказать, какое местописание. Потому что я уверовал не через Библию. И даже живого священника в глаза не видел. Никогда я уверовал. Игнатий. А когда ты пришел, уже Библию в руки взял, какое первое местописание тебя буквально опалило? Когда ты сразу увидел, что все другое? Все отрезалось этим местом писания. Отныне все другое. Валерий. Нет такого. Потому что, когда прочитал, я вообще ничего не понял. Игнатий. И на сегодняшний день такое место не появилось? Ну, как говорят золотые стихи Библии. Любимые стихи. И когда бы ты к нему не возвращался, ты видишь, что этот стих – семя, давшее тебе рождение. Вот такой стих должен быть. Даже, может, и не один. Валерий. Есть слова, когда Христос сказал, и домашние твои будут враги тебе. Вот это меня может быть, Игнатий. Так это место может насторожить, но не обратить. Валерий. Нет, оно не обратило. Оно меня поразило своей точностью. Потому что это было. Батюшка уезжает, просит слова мама Лены. Говорит, что мы лицемеры все, что ее обидели. Дебунова Марина. Елена, вам голоса никто не давал. Пока помолчите. Виктор Андреевич. Я думаю, можно пока продолжить, пока Игнатия Тихоновича нет. Ушел провожать уезжающих батюшек. У меня вопрос к тебе. Какое отношение на сегодняшний день к этому айкидо, Валерий? Отношение осторожное. Во-первых, тело, которое нам дано Богом, не надо лелеять и холить. Но надо за ним ухаживать. Надо заниматься какой-то гимнастикой, чтобы это тело не зачахло. Это храм, в котором обитает наша душа, Дух Божий. Поэтому я вижу, что с годами я, если не чахну, то теряю силы, формы. Поэтому надо поддерживать свое тело. Айкидо – это один из видов спорта, который очень мягкий, который может поддержать во мне физические силы. То, что это имеет корни в Японии, не знаю, нужно ли на этом застрять внимание. Это физические упражнения. Можно бояться того, что… Пауза. Игнатий. Так, в общем, говорить нечего. Ты просто выдавливаешь сейчас слова из себя. У него обоснование внутри есть. То есть он за это держится, так я понял. Вот оно где оказывается. Вот откуда это все идет. Он-то еще не понимает. Эта блокировка внутренняя идет. Алексей загуляет. То есть ты допускаешь заниматься Айкидо и быть при этом христианином, да, Валерий? Вполне. Игнатий. Ты уже ушел. Ты уже не с нами. И этого не будет. У нас те, которые даже просто упражнения делали, позу змеи принимали, все в конце концов восставали. Я побеседовал и говорю, скажи, поза змеи, а ты можешь сказать, что не поза змеи, а дышит ухо, или называть как-то еще. Измени палец один, чтобы по-другому было. Нет, это нельзя. Это не просто происхождение. Происхождение там основано на своих молитвах, мантрах. Там уже в самом начале заложен сатанизм. И ты этого сейчас ничего не видишь? Это тяжелое положение в душе. Я не борец никакой. Я занимался боксом. Просто боксом. В секцию стрельбы ходил. И вижу, что этого мне ничего не надо. А там вообще ничего нет. Просто уметь драться. А здесь восточное, сатанинское. Если мусульманство – это извращенное христианство, то буддизм – это в чистом виде сатанизм. И это оттуда на всем на этом налеплено. Ты даже этого не знаешь. Кого я знаю из тех, которые занимаются гимнастикой, имеющие восточные корни, и при этом ходят в церковь, ни одного нет неповрежденного. И при том у них идет быстрая деградация в разуме. Они делаются, как Зоя Дьянова. Она занималась и полностью рехнулась. Вся семья разрушена до основания. Муж ушел, дети неверующие. Игорь Добунов. Можно еще добавить? Девиз дзюдо, кстати. Айкидо вышло из дзюдо. Сначала согнуться, а потом победить. Это коварство. Восточное обыкновенное коварство или лукавство. То есть сатанизм в первую очередь. И это айкидо, оно называется мирным. Они везде пишут самый мирный вид. Он самый, что ни на есть, коварный способ. Ты идешь, никого вроде бы не трогаешь, но ты постоянно на взводе. Тебя обязательно должны атаковать. Когда я уходил из всего этого восточного, то мне друзья сразу все говорили, вот жену твою будут насиловать на твоих глазах, и ты это все будешь видеть. Но ничего не сможешь сделать. Вот что ты бросаешь. То есть вот такими коварными, похабными способами пытался сатана остановить меня в вере. А тебя спокойно тормозит прямо здесь, в общине. Так я общину не знал. Я не знал Христа еще тогда. А ты все это как бы... Знадя, я вижу, что ты не знаешь. Игнатий. Игнатий. Пример. Один пришел из армии, десантные войска, а другой вот такой квашеный Миша. Миша стал священником, а того в пьянке зарезали, который дзюдоист. Все приемы знал. Я был в опасностях таких, когда меня со всех сторон ножами подпирали. Я останавливал грабителей с собаками один среди ночи на поездах и по сегодняшний день живой. И преступники меня охраняли, еще до дома сопровождали. Не поможет твое айкидо. Кеннеди охраняли в тот день в Далласе полторы тысячи полицейских, полторы тысячи сотрудников ФБР на вылет пули, а черепа ничего не осталось. Я абсолютно категорически против, чтобы ты хотя бы еще один раз туда ходил. У нас был один, спортом занимался, службу пропускал. Шубина и Зои, сын Митя. Другой говорит, а у меня выставка собачья в воскресенье. Ну ладно, для тебя в этом заработок. Один раз ты пропустил, а в другой раз тебе скажут, знаешь, иди-ка ты со своими собаками, нам собачий дух тут не нужен. Дебунов Игорь. Аминь. Кстати, Зои нет уже два с половиной месяца. Ни сведений, ничего. Игнатий. Или ты прислушиваешься, решительно отсекаешь это айкидо, или, ну мы не настаиваем, ты можешь ходить день и ночь, но ничего с нами общего не будет. Ты ничего плохого не сделал, тебе не будет отказано ходить к нам. Но членом церкви ты не будешь. С этой палкой к нам не войдешь, это однозначно. Дебунов Игорь. Аминь. Игнатий. По крайней мере, пока я живой. Это дверь сатаны. Один священник говорит. Я сына своего отдал в школу борьбы, чтоб мог постоять за себя. Пока не отдавал, ничего не было. Отдал сразу искривленный позвоночник. Сейчас сломали ногу. Уже лежит в больнице. Игорь. Двойной перелом ноги. Игнатий. Я в школу отдал, чтобы мог защитить себя. Наша защита – это Господь Бог. И Господь сделает так, что ты только вот так перекрестишь, и волк разенит пасть и не закроет, пока ты не пройдешь. Мне 68 лет, и я могу свидетельствовать, что на моих глазах людей убивали. Лежат вскрытые, зарезанные, убитые. Я прошел, как по воздуху, не задеваясь земли по тюрьмам. Игорь. Игнатий Тихонович. 2 Маковейская, 4.14. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику, и презирая храм, и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх полестры по призыву бросаемого диска. Говорит о полестрах, спортивных состязаниях, которыми увлеклись греческие, тогда египетские уже власти, для того, чтобы иудейских юношей отвратить от Бога. Игнатий. Игнатий. Вот где самое лучшее. В деревне редко найдете, чтобы занимались гимнастикой. Ему это не надо. У него три копны, дрова, все надо молотить. Это от дури, от того, что заниматься нечем в городе. Поэтому им надо куда-то силу девать. Куда? Один клапан спасительный. Блуд. Только на блуд. Изощрение в блуде. Игорь. Вот когда он учительствовал, он дурью и маялся, прости господи. И причем, самое интересное, никому ты не сказал об этом. Брат Игорь поэтому и сказал, до конца не могу понять. Он всегда какую-то тень на плетень наводил. Игнатий. Скажи, вот когда ты писал о своем обращении, почему ты про это не сказал, что ты и ныне занимаешься этим? Между мной и тобой близости тоже так и не наступило. Вот Виктор Андреевич. Это абсолютно родной брат. Игорь Дыбунов. Мы как одна душа с ним живем. А он и гневливый, и вспыльчивый. А мы все это сгладили. И я-то ведь не сахар. С тобой говорить, это как в гнилой пень молния ударит ни жару, ни пару. А оказывается, вон в чем дело. Это не главное, но это одно из условий. Игнатий. Скажи, тебе трудно бросить палку эту сжечь? Валерий. Нет, не трудно. Игнатий. Ты это сделаешь? Валерий. Сделаю. Игнатий. В письменном виде подтвердишь, что ты от этого отказываешься? Валерий. Напишу. Игнатий. Можно считать, что ты с этим покончил? Валерий. Абсолютно. Игнатий. Ты сегодня можешь помолиться об этом при всех. Дать Богу обещание. Можешь? Валерий. Могу. Игнатий. Важное дело. Победа. Понимаете? Торжество какое в этом вопросе? Валерий. На самом деле я об этом думал. Я, может, об этом никому не говорил, но внутри всегда идет борьба, сомнения. Когда уже, может, какое-то решение назревает, тогда в этот момент с кем-то поговорить. Игнатий. Понятно. Твоя зараза, соки в ней текут. Текли, вернее. Увлекался и прочее, это твой яд. А ты, говоришь, ничего не значит. Значит. Оно тебя к этому привлекло. Русская борьба какая? Кулачный бой. Вот это было русским. Ударил, повалил, пошел домой спать. Дальше городки. Про одного кулачника рассказывали, как он старый стал и не может отстать. Так ему на улицу с печи русской окошечко прорезали. И когда кулачные бои, то он в окошко смотрел. Наших бьют, он пятился. Из печки старик упал. Он отступал, когда на их стену поперли. Это национальная борьба. Согласились друг друга в грудь бить? Не в голову. Устоишь? Игорь Барабаш. Можно вопрос? Занимаясь айкидо, он говорил, что это только для тела. Духовной тут подоплеки нету никакой. А сам он говорил, что был очень близок к буддизму. Игнатий. Тут прямая связь. Он не осознавал или лукавил. Или по его аморфной натуре ему все равно. Виктор Андреевич. Ну, к сожалению, у меня такой близости с Валерой не произошло, так же, как и у Игоря. Мы были у него на квартире, жены не было. Мы хотели познакомиться с женой его. Но познакомились только с его обстановкой. Обстановка, конечно, у них в квартире не очень хорошая. Там у него два хозяина живут, два брата. Там антисанитария страшная. И, кроме того, один из них алкоголик. Я его застал совершенно пьяным. Кроме того, Валера помогал ему, приносил ему это питье еще. Я говорил ему, но он сказал, что вроде как он прекратил. Еще раз повторяю этот вопрос. Ты ему послабляешь в этом, Валерий? Нет, Игнатий. А не к тебе в комнату вхожа свободно, Валерий? Нет. Виктор Андреевич. Вообще меня удивила, это его чистоплотность. Как бы другой мир совершенно. Их помещение. И чистоплотность, и опрятность, и аккуратность. Вот это свойство у него есть. И меня это радует. Но то, что он на занятиях спит, часто бывает, часто бывает, настораживает один этот факт. То, что когда приходилось его просить остаться на занятии, у него какие-то другие занятия более важные были. Хотя конкретно объяснения не было, куда он спешит. Это тоже настораживает. Потом с этим Айкидо тоже. Это нет уверенности в Боге просто. Нет крепкой веры в Бога. Поэтому и ищешь защиту Айкидо и в чем угодно. А кроме того, еще нет полной отрешенности от прежних занятий. Буддизм, йога и все это прочее. Когда я пришел, прости меня, Господи, где меня только не мотало, по каким ямам. Но когда я пришел в православие, стал читать священное писание. Когда я увидел Игнатия Тихоновича, тогда я пришел к окончательному убеждению, что здесь истина в окончательной инстанции и с прошлым нужно порвать. А у меня была такая большая книга, я ее руками перепечатывал. Это Айурведа называется. То есть йоговское направление в медицине. Ну, казалось бы, что хорошие вещи там, лечение, возможность излечить больного от какого-то недуга с помощью каких-то всего-навсего пассов. Пост, медитации и прочее. Я все это сразу уничтожил и последовал совету Игнатия Тихоновича разделить библиотеку на полезное и неполезное. Все, что неполезное, я отнес в лес и сжег. И при уничтожении этого самого-самого вредного приходилось прилагать усилий больше, чем к уничтожению менее полезных книг. Так что с этим нужно покончить раз и навсегда. Мое личное мнение. Я бы лично не советовал Валерии нынче принимать крещение. Игнатий, а ты как, Валера, считаешь, зная самого себя, видя нашу общину, зная ее, готов ты просто принять крещение? Готов ты не просто принять крещение, а стать членом нашей общины крестовоздвиженской. Игнатий, каков твой дух, настроение? Ведь требования не уменьшатся от того, что вы станете крещеным членом общины. Валерий, я думаю, они даже усилятся. Я готов стать членом общины. Игнатий, сколько времени прошло, как ты подал заявление? Валерий, подал заявление я 21 августа 2005 года. Игнатий, ты ехал сюда, ты думал как? Тебя допустят или не допустят? Мысль какая-то была на эту тему? Валерий, мысль была, что возможно недопущение. Игнатий, так ты думал, что не допустят? И какова твоя реакция будет на это? Ты проигрывал это? Валерий, проигрывал Игнатий, вот реально тебя не допустят, ты не готовый. Хотя бы на год надо отложить, что ты будешь делать? Валерий, усилить рвение Игнатий, вот видите, один из вариантов такой. Да пошли вы, еще я буду тут выламываться. Что, место на вас клином сошлось, что ли? Валерий, нет, это уже абсурд. Вот, так сказать, во-первых, община для меня открытие. Я очень много повидал и церквей, и людей. А это община Игнатий. Игорь, пересчитай на пальцах, кто у нас спит на занятиях и на собраниях. Фатеева, Любовь Николаевна, вот она рядом. Дальше, Сокольских, Валера. И еще кто? Ценгаева, вот и все. Видишь, как тебе? Женский сон разбавили мужским немножко. Загуляев Алексей. Можно вопрос? Валера, вот ты про общину говоришь. Игнатий Тихонович, тут люди такие. Вот ты думаешь, что люди хорошие, добрые, вот община. Она что-то даст тебе? Прилепился к хорошим людям и... Валерий, обязательно. Во-первых, это очень сильный пример. И здесь много людей, с которых мне брать пример следует. Брать пример, это работать над собой. Если я где-то окажусь в стороне, такой работы уже не будет. Игнатий. Вопрос к жене. Я вам говорю. Говоря о покаянии. Говоря о крещении. Они это продают и на этом богатеют. Я не права? Почему, когда заходишь в церковь, тот же стоит ларек и продается? И цены написаны. Игнатий. Этого не должно быть. Елена. Хотя на самом деле в Библии я помню слова, когда Христос пришел и сказал, не делайте базара из дома моего Бога. Было такое? Игнатий. Да, правильно. Елена. Я Библию дважды читала. Я писала диплом по Библии. Даля она говорит, что она, может быть, больше нас любит Христа и понимает больше, что юбки и платки – это не главное, что ее оскорбили, что ей не дали слова, что ее дочь – это ее заслуга, что дочь ее уверовала в Бога из-за того, что мать работала на трех ставках, и ей нелагода было заниматься с ребенком. И она, дочь, потянулась к тетушкам и мамочкам, считая, что Лена не готова, говорит, что она не препятствовала, с ними молилась. Негодует о желании раннего замужества дочери с нашей стороны. Обвиняет Дабунова в неправильном отношении к своей жене. Говорит, что любит всех независимо от вероисповедания и внешности. Обвиняет Лену Козлову в том, что она, мол, говорит, что заболевшего ребенка лечить не надо, все равно умрет и ужасается от этих слов. Считает, что человек, любящий Христа, обязан приютить животное, которое на улице. Говорит, что добрее меня человека нет, а ее назвали агрессивной. Наталья назвала ее прогрессивно неверующей, неверующим атеисткой воинствующей. А не агрессивной, видимо, ей послышалось. Боится, что мы ее дочь, если она сделает шаг в сторону, сожжем на костре, как Джордана Бруно, за то, что она еретик. Боится теперь, что Лена в нашей общине. Я вот, например, никогда не пила, не курила. Единственный мой грех – это то, что я не в юбках хожу и платок не надеваю. Я боюсь теперь вас. Раньше, когда на вас говорили, что вы секта, я вас защищала. Говорила, что вы лучше всех. А теперь я просто в шоке после этого. Игнатий. После чего конкретно? Елена. Во-первых, когда мы ехали в поезде, я была оскорблена со всех сторон, что я баба Яга, как сказал Дебунов, что я блевотина, цитируя Библию. Ну, я прощаю тебе, Игорь. Прощаю, ибо не ведаешь, что говоришь. Воспитание такое у тебя оскорблять людей, ссылаясь на Библию. И еще, что я агрессивная, что это бедный ребенок, что я там препятствую и все на свете. Я просто в шоке. Игнатий. Понимаете, что исходя из этого, что вы сказали, что вы жалеете, что ваша дочь сюда попала, как раз и оказывается, что Наталья Приходько оказалась права. То есть вы уже готовы дочери Лене препятствовать, чтобы она не ходила в общину. Смысл такой, раз вы боитесь за нее. Вы должны приложить силы, чтобы страх исчез. То есть не пытаться запретить ходить. И отсюда вывод, что Наташа-то оказалась и права. Вы сказали, что вы дочь учили, воспитывали. Все это правильно. Вы только не делайте поправку, что когда человек уверовал во Христа, у него сразу на весах ставится Христос или родители. И Христос говорит, кто не возненавидит отца и мать, не достоин меня. Речь идет о ненависти. Не просто от вас отвернуться, а должна она возненавидеть как дочь. И вы эти слова услышали. Как теперь реагируете на них? Что в дочери вашей вызывается Христом? Что в дочери вашей вызывается Христом ненависть? Вы как ко Христу тогда относиться будете? Елена. Нет, от Христа отрекаться не надо. Игнатий. Нет, от слов Его. Христос призывает к ненависти к родителям. Прямо говорит Лука 14, 26. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Елена. Пусть она ненавидит меня ради Христа, но не ради вас. Игнатий. Не ради нас, ради Христа. Да, Елена. Но когда я говорю, доченька, давай отойдём, мне говорят, Лена, сиди, вам слова не давали. Чему вы воспитываете ребёнка? Игнатий. В данном случае у нас правило. Привозят родители детей, а у неё внучок 4 года. И у нас в уставе написано, как только она зашла на территорию лагеря, она над ним власть теряет. Это у нас устав такой. А в чужой монастырь знаете по вговорку? Мать говорит, А я хочу. А я говорю, Не имеешь права ни наказать, ни от работы освободить. Этому уставу подчиняюсь и я. Она с этим сразу согласилась. Тот час от неё внука отодрали. Они вот такой вот пуповиной толстой связаны были. С руку. Он не застол, не молится, ничего не умеет делать. Он замордовал её. Она не знала, что делать. Сейчас парень хоть куда. Прошла неделя. Скажи, твой внук лучше стал? Вот живой свидетель. Он и работает. И парень вообще компанейский. Контактный такой. Я его возле себя держу. Наказания сейчас нет. Но в первый день пришлось поработать с ним. И очень хорошо. Вот она сказала вам. И сказала вам согласно уставу. Правильно. Не давали слова. Вы смирённые? Сказали вы. Добрее меня нет человека. Люди бы сказали. Завышенная самооценка. А я скажу, что вы с моей женой незнакомы. У ней мнение о себе точно такое же. Добрее её никого нет. Её дети любят. Она учительница. Это синдром учителя. И синдром учителя, близкого к христианству. Елена. Вы знаете, как мне сказали ваши христиане, когда мы ехали в общем купе? Они сказали, мы самые хорошие. Игнатий. Кто эти слова говорил? Игорь. Да я это сказал. Пошутил. Игнатий. Я тебе сколько раз говорил? У христиан нет шуток. Ты сказал ложь. Я благодарю вас за эти слова. Третьяков Игорь. Если сравнивать с людьми, с разращённым миром, да, мы хорошие, потому что мы верим во Христа, мы соблюдаем заповеди. Но если сравнивать со святостью Божией, сравнение можно такое сделать. Человек стоит рядом с небоскрёбом. Игнатий. Слово «самый» надо исключить. Дыбунов Игорь. Мы с вами как с ребёнком разговаривали. То есть вы плохая, а мы хорошие. Вот и всё. Игнатий. Вот если бы вы этого не сказали, она бы эти слова сейчас не сказала. Чтоб никогда в вашем лексиконе этого не вспоминалось. Господь нас выделил из этого мира, избрал, а мы всего лишь карикатура на христиан. Елена. С кем бы я ни встречалась, и с иеговистами, все говорили, мы хорошие, мы праведные. И от вас, ребята, я услышала эту же фразу, которую я от иеговиста слышала. Загуляев Алексей. В Библии есть слова такие, что если наше свидетельство о самом себе, то оно ложно. 1 Иоанна 5, 10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его живым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Иоанна 5, 31. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство Мое не есть истинно». Иоанна 8, 14. Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». От автора. Что имел в виду Алексей? «Елена, я согласна, Игнатий. Христос говорит, вы, как светилось, сияете в этом падшем мире». Елена. «Поэтому я хотела бы, чтобы обо мне судили, когда со мной поговорили, а не потому, что в келье вам женщины сказали, как они поняли. И вы вот высказались обо мне, что я агрессивна, что я антихрист, и что о религии я говорю, как о догмате». «Я Христа люблю». У меня стоит кисти краморского портрет Христа. «Я Христа люблю и понимаю, может быть, даже лучше, чем вы понимаете». И вот так взять и человека обвинить, я считаю, что это просто непонимание Христа. «Никогда не обвиняйте, я никого никогда не осуждаю, даже будет самый паршивый человек, я всегда найду в нем что-то хорошее». Игнатий. «Лена, вот вы сейчас только что сказали, я никого не осуждаю, а перед этим вся ваша речь была из осуждений. Я Христа лучше знаю, чем вы, хотя вы не знаете ни толкования, ни Евангелия, как должны». Елена. «Я дважды прочитала Библию». Игнатий. «Но прочитав-то вы же не понимаете, в Бога верит и дьявол». Елена. «Толкования у всех разные». Игнатий. «Бесы веруют и трепещут, но верить Богу это означает «любите меня, соблюдите заповеди мои». Как вы можете их соблюдать, если Библия не является для вас книгой жизни?» Елена. «Почему? Я всегда всем говорю, что это очень величественная книга. И я удивляюсь, как могли люди много тысяч лет назад написать такую мудрую книгу». Игнатий. «Как?» Елена. «Это очень долгий разговор». Игнатий. «Одним предложением». Елена. «Я знаю, что вы хотите слышать, что это был глаз Божий». Моисей писал на этой горе. Игнатий. «Нет, нет, это писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым, а не то, что они мудрые, хорошие, грамотные». Елена. «Да, вы такой хотите ответ, Игнатий. Амос обыкновенный пастух, Петр рыбак. Ну какой там ум-то в рыбаке? Он дитя природы. Волны бьют в лодку, просоленая роба». Елена. «Если есть желание, мы можем отдельно поговорить». Игнатий. «Я хочу сказать, что вы настаиваете, что вы, может быть, понимаете даже лучше нас Библию. А отсюда вы берете контроль над ней. Вы Библию можете подправлять, потому что община вам не понравилась. А не понравилась не почему-то, а по личному отношению к вам. И вас это затронуло». Елена. «Если меня оскорбили, значит, могут и ребенка». Игнатий. «Понимаете, первый шаг в христианстве – отвергнуться себя. Мир этого не знает. Отвергнуться своего научения, заслуги. Как бы ничего нет. Я ничего не стоящий раб. Я сделал, что должно. Должно». Написано. «Когда все исполнишь, как написанное здесь, и ты должен сие сказать. Христос учит так. Я ничего не стоящий раб». Елена. «Перед Богом – да, но не перед Игнатием. Один человек еще до знакомства с нами был следователем. Из его оружия убили человека. Ему дали условное наказание. А потом надо было давать характеристику. И я в суд написал, что человек этот не пьет, не курит, не матерится. Он работает. Если сравнивать его с живущими рядом в селе Корчино, где и вранье, и простыни, и двери могут украсть и продать, то этот человек хороший. Но у нас другая шкала измерений. Он слабенький-слабенький, условно названный христианином пока. Это я туда и написал. Я как гражданин за смертную казнь Чикатило. Как христианин же я за то, что в смерти волен только Бог, и потому не убивать. А у вас вот в этой шкалы нету. Ваше научение шло не по Евангелию, не по Христу. И делая все это добро, добро, вы себе прокладываете, вы себе путь прокладываете к добру. Вы посеяли доброе. Но когда дочь прямо пошла ко Христу, вы можете сделаться, можете, мои слова только никак не надо перетолковывать, самым сильным препятствием для спасения души. Если вы сами душу свою не отдадите для Бога. Для Бога это так, без рассуждения. Бог сказал, а я рассуждаю. Ваша дочь здесь была, вы ее видели. Каждый день у вас были бы тут препятствия. Я думаю, нашлись бы. Но обосновать написание вы ни одного поступка не можете. Говорите, я два раза Библию прочитала. А вот она указывает на Хапелину Валентину. Ни разу не прочитала. У нее противления не будет, а у вас будет. Почему? Дух. Даже не в знании Библии, а во внутреннем духовном человеке, от совести. Мы о себе такого мнения. Я самый лучший, да никто, как я, не знает Библию, как я люблю ее. Я был такого же мнения, может быть, о себе. Но вот я стал читать Евангелие, я ужаснулся. Где я нахожусь, кто я был, для чего я жил. Я готовился с пяти лет быть террористом. У меня другой мечты не было. Как научиться убивать людей. Я для этого все делал. Все виды спорта изучал. Стрелял с велосипеда, на полном скаку с коня, чтобы убивать коммунистов. Елена. У вас было трудное детство, что вы всех... У вас было трудное детство, что вы всех хотели убивать? Игнатий. Коммунистов за всю их подлость, что они сделали? В книге для Слова Божия нет уз, все написано. Это я делал. Но когда Бог нашел меня, я рогами в землю. Прости, Господи. Мне уже двадцать три года. Я уже отслужил в армии, учусь на штурмана, работаю на корабле. И мне путь открытый был за границу. При знании нескольких иностранных языков я понимал, что мне Бог дает. А тут я понял. Я никто. Вот я, как выразился пророк, блевотина по столу размазанная. Это Бог делает такое сравнение. Елена. Но это пусть Бог говорит, но не Игорь Дубунов. Игла. Он мог не указать место, но это Бог говорит. Люди сидят и решают. Я ссылаюсь на Ницше. Я ссылаюсь на разных авторов. А Господь говорит. Все столы наполнены отвратительной блевотиной. Блевотиной называются философы, авторы, которые не сходятся с Библией. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне, говорит Златоуст. А проверить по Библии можно только тогда, когда ты ее знаешь. Вот вы что сказали. Ни одного слова по Писанию нет. Вам, конечно, обидно, как матери. Но если вы говорите, я, может, Христа люблю больше, чем вы, то вы должны сказать, Господи, это моя дочь. Но в шествовании к небу я могу быть ей препятствием. И потому я отступаюсь. А если вы будете препятствовать, ваши слова оказались неверными. А верными Наташины. То есть она предвосхитила, предвидела, что это так и будет. И она не стала мазать. Она не тот друг, который уши медом мажет, а тот, который правду в глаза скажет. И она сказала. А вы бы заранее сейчас сказали. Если я сейчас поднимусь против и буду говорить, то как раз Наташины слова и подтвердятся. Ради одного этого я сейчас... Я здесь сейчас ничего не скажу. Но вы же не удержались. Елена. Неправда. Я просто не хочу, чтобы моя дочь ошиблась. Ибо она еще ребенок. Она сегодня так думает, завтра будет этак. Я в 12 лет впервые влюбилась. Я 6 лет любила мужчину. А сейчас я думаю, а зачем? Игнатий. Вот это может быть ошибкой. Но в любви ко Христу нет ошибки. Елена. Я не против, чтобы она шла ко Христу, но пусть она подождет. Игнатий. Нет, это не от Бога. Не от Бога это. Елена. Я просто боюсь, если мой ребенок вдруг нечаянно косынку потеряет и пойдет без головного убора, то завтра скажут. Да вот она без косынки ходила, волосы оголила, да на костер ее. Понимаете? Игнатий. Но это вы выдумываете сейчас. Елена. Я этого боюсь теперь. Игнатий. Но давайте не на костер, на кол насадим ее, а дальше скажем, по частям ее рвать. Сатана навешивает, Сатана напускает. Елена. Не Сатана ли говорил устами этой женщины, которая при ребенке оскорбляла мать? Игнатий. Игнатий. Она не оскорбляла. Елена. Это оскорбление было страшное. Игнатий. А говорите, что вы верующая. Для верующего нет оскорбления. Она сказала, как это есть. Вот вы сейчас и подтверждаете это. Елена. Это не так, как она сказала. И не надо это утрировать. Игнатий. Вот видите, вы ни с одним не согласитесь. Ни с кем. А вот христианин бы сказал так. Правда, я еще не думал об этом. Этот вопрос я разберу, а потом еще спрошу. Давайте вернемся к моему вопросу. Как вы считаете, ваш муж готов к окрещению? Скажите, как жена? Елена. Но то, что он не будет ходить на Акидо, это уже хорошо. Это хорошо. 500 рублей в месяц мне не помешают. Игнатий. Так он еще и деньги платил за это. Валерий. За аренду зала платить надо. Игнатий. Так как вы думаете, что еще ему препятствует быть христианином? Елена. Ну, я не против, чтобы он был христианином. Но я считаю, что вот эта ваша община не стоит того, чтобы перешагивать через жену, а тем более через ребенка. Игнатий. То есть, главная теперь община. Вы не против, чтобы он ходил в Никольский собор или в Покровский, или в Александр Невский? Елена. Эээ, ну, человек может и не ходить в собор. В Библии сказано, что... Игнатий. Так лучше не ходить никуда. Елена. В Библии где-то есть такие слова, что можно помолиться и рядом с деревом. Подними камень, и там меня найдешь. Подойди к дереву, и там меня найдешь. Это разоконие 28, 64. И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам. Которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Игнатий. Я не расслышал. Дыбунов Игорь. Подними камень, и там меня найдешь. Якобы где-то говорит Бог. Игнатий. Знаете, это в извращенном толковании Коран мусульманский. Это там Сулейман ему являлся. Значит, вот ваше писание. Видите, это уже сатана говорит. Господь говорит, «Вы дети мои, вы члены одного тела. Вот что вы сейчас говорите, это все антихристианское. И что на общину вы сейчас говорите? Вы не сами это говорите, вы уже против общины. Их надо оторвать, муж чтобы не ходил». И получается, что Наташа оказалась на 100% с присыпкой. С присыпкой права. Елена. Я хочу, чтобы они еще подумали. Она не имеет права это говорить при ребенке. Она оскорбляет меня. Она настраивает ребенка против матери. Загуляев Алексей. Пусть поднимут руки, кто считает, что то, что говорила Наталья, можно посчитать за оскорбление. Елена. «Неужели вы думаете, кто-то скажет, никто руку сейчас не поднимет?» Загуляев Алексей. «Почему? Вы считаете, что все до единого здесь лицемеры?» Игнатий. «Все запуганные, все боятся, чтобы на костер не подняли». Елена. «Теперь я думаю, что да, до этого я так не думала». Загуляев Алексей. «А теперь послушайте, Лена, вы недавно сказали, что, может быть, знаете лучше Христа или любите больше, чем мы. Если бы вы любили Христа, значит, в вас Дух Божий. Дух Христов говорил бы. А разве этому учил Христос?» Елена. «Я не знаю, чему учил Христос. Я не очень это прямо, как вы читала. Я знаю десять заповедей. Я удивлялась, что действительно, как этот человек мог такое знать, что может быть действительно какой-то дух. Но у меня нет такой веры, что там это самое, так как вы верите. Но чтобы я ребенку противила, чтобы я ей что-то не разрешала, такого никогда не было. И я приехала на ее праздник, на крещение. А мне здесь взяли, такое выдали». Игнатий. «А что самое главное выдали-то? Я так и не понял». Елена. «Что я агрессивная?» Со слов, наверное, вот этой вот пятерки, которая ехала со мной в поезде. Загуляев Алексей. «Братья, кто считает, что Елена агрессивна в отношении нас?» «Игнатий, Лена, давай возьмем не этих вот, а другую пятерку. Вы думаете, они по-другому будут рассуждать, Елена?» «А они будут рассуждать так, как вы скажете, Игнатий. «Так откуда я знаю, как они скажут? Едут они в поезде, а я сплю дома. Как бы я знал-то? Видите, насколько предвзято выводы делаете, а предвзятость не дает здравомышления, говорит Нил Синайский. А ненависть совершенно отнимает разум. Вы сейчас в ненависти плывете. Вы уже любыми путями добиваетесь, чтобы муж не был в общении и чтобы дочь не была. Елена, «Я ненависти никому никогда не испытывала, кроме сожаления». Игнатий, «Ну, проявляется прямо агрессивность такая. У вас прямо дикая агрессивность». Елена, «Не агрессивность, а жалость. У меня просто дикторский голос. Ну, ни в коем случае не агрессия, а жалость только. Жалость непонимания, что вот каждая женщина если одела платок и юбку, какая она боговерная, Игнатий. А кто так сказал, Елена? Ну, Игнатий, это в уставе написано у нас. А при чем тут боговерная? Сегодня приезжают корреспонденты. Они спрашивают, какие правила у нас. Чтобы не было курящего. А если курит, табачок оставить в городе. И ни один не сказал, что это агрессивно. Поясок все до одного надели пояски. С московской газеты российская газета приехал. Под поясок его. Так он что, святой стал? Нет, но таков наш устав. Что это вас волнует-то? Платочек надеть, юбку? Елена. Да меня это не волнует. Я взяла и надела. Игнатий. Да если вы читали Писание, не надо вам и говорить. Вы бы знали это, что женщина, носящая мужскую одежду, вы дома брюки носите? Конечно. Мерзость перед Богом. А мерзость – это блевотины называется. Вам, Игорь, эти слова и привел. Это Бог сказал. Второзаконие 22.5. На что обида-то? Бог сказал. А человек в ответ – да пошел ты, это мир делает. Моду дали гомосексуалисты. Вы даже не понимаете этого совершенно. А это нормально, все так делают. Весь мир в ад идет. Остановитесь. Елена. Игнатий Тихонович, я не стою того, чтобы мне столько времени уделяли. Игнатий. Стоите! Ваша душа бессмертная, вечная, того стоит. Я вас спросил, и я не жалею, что вас спросил. Это очень полезно, что вы сказали. Елена. Ну, например, меня никогда нигде ни родители, ни в советской школе не учили осуждать, тем более при младших. Дыбунов Игорь. Так я вам еще раз хочу сказать. Вы вообще не веруете в Бога. Вот в чем дело-то. И Наталья совершенно права. Я же вам говорил, что слово «вера» к вам никак не относится. Вчера два часа с вами занимались. Игнатий. Вы теперь будете злещим врагом общины. Елена. Врагом я не буду. Игнатий. Будете, будете поносить, будете говорить, придумывать, что угодно, и будете препятствовать. Игорь. Вы уже враг. Елена. Игорь, ты сам делаешь себе врагов. Я вот заметила, как ты вчера сказал, кругом одни враги. Игорь. Я сказал, будут вокруг вас, если вы пойдете за Христом. Вот как она идет. Вот как она идет. Елена. Откуда вы видите врагов, Виктор Андреевич? Других мы обвиняем в том, в чем сами более повинны. Вы обвиняете нас в лицемерии, и вот сейчас ничего не отвечаете. К себе и примените это выражение. Елена. Если я была бы лицемерна, я бы к вам и не пришла. Виктор Андреевич. Я же просил вас, ничего не отвечайте. Вы к себе просто один на один останьтесь и примените всю сказанную вами тираду к себе. Елена. Конечно. Не понимаю, куда мне это понять? С двумя моими высшими образованиями, разве я это пойму? Игнатий. Дело не в образовании. Ладно, хорошо, благодарим. Ну что по Валерии? Голосовать? Дубунов Игорь. О друзьях вообще не расскажи. Валерий. Более близкие это Виктор Андреевич и Игорь Третьяков. Но друзей у меня абсолютно близких нету, потому что я сам по себе такой. У меня не только в общении нету, у меня вообще нет друзей. Игнатий. А почему ты такой? Нина Жолнирова за два дня. А она директор магазина. Пост-то какой? Нашла себе двух друзей. Надежда Павловна, как пришла, сначала вызвала подозрение, а потом сделалась комендантом и самым близким моим другом. А она сразу поставила на весы. Бог, дети. Дети, вы прах. Вы есть и нет. Для меня это ничего не значит. Виктор Андреевич. Хочется отметить и положительное, что он может проповедовать и делает это. Когда он лежал в больнице, я неоднократно это видел. Он в палате прямо объяснял, читал, разговаривал с людьми. То есть ревность у него есть. Ходил по квартирам. Игнатий. Между Мищенко, твоим бывшим подопечным, и Валерой какая разница? Виктор Андреевич. Они очень похожи. Игнатий. Вот тот ушел и ушел скверным путем. Принял крещение, оставил жену, ушел к другой жене. А теперь не такая община. Его нельзя было удержать. Хирург в краевой больнице. Третьяков Игорь. Причина та, что не было духовного родства. Игнатий. Истина так. Третьяков Игорь. Я даже обратил внимание, что у Фатеевой и Цингаевой, а они подруги, они постоянно вместе, два замкнутых человека. Но между ними есть духовное родство. У тебя хоть кто-то должен был появиться. Третьяков Игорь. Нет рождения свыше. Просто ты благочестивый Никодим. Игнатий. Кто за то, чтобы Сокольских Валеру допустить до крещения? Дубунов Игорь. После его айкидо с палкой? Извините. Игнатий. За ни одного. Кто против? Три. Воздержались пять. Козлова Елена Николаевна, город Барнаул, 77-й год рождения. В церкви я нахожусь уже два с половиной года. Заявление о крещении я подала в том году. Узнала о церкви от Капустиной Кати. Стих коснулся меня странный. Стих этот звучал так, что женщина в мужской одежде – это мерзость перед Богом. Почему он меня коснулся? Потому что я сразу почему-то стала размышлять дальше. Я подумала, на самом деле, а как мы выглядим в глазах Бога? Мне стало интересно узнать, что Бог думает о нас, что Бог от нас требует, чего Он от нас хочет. И Катя в тот же вечер дала мне книги. И на все эти вопросы я нашла ответы в книге «К истинному православию». Я эту книгу прочитала за три дня, с учетом того, что я была еще загружена другими делами. Читала ночами, читала утром и Священное Писание. И не могла остановиться, потому что это были те вопросы, ответы на которые я искала. Потому что Иисус – это путь, истина и жизнь. Я искала путь, потому что я была молодая. И Христос – это истина. Я нашла Христа, нашла в Библии. Плачет. Поняла Библию. Я верила, что Бог есть, но я поверила Богу. Я поверила Его словам, но поверила тому, что говорит Библия, и приняла это как живую речь Бога. Что вот Господь говорит, что пьяницы не наследуют Царствие Небесное. Так и есть. Господь говорит, что лжец не наследует Царствие Небесное. Так и есть. И мне стало страшно. Страшно. Как я умру, как куда я попаду? Еще очень немаловажную роль сыграло то, что у меня есть дочь. Вы все ее знаете, Лиза. Снова плачет. Сама я знаю, что я эмоциональна. Ну, вы простите, пожалуйста. Дебунов Игорь. Ничего, ничего. Елена Козлова. Ей было пять лет. Побудила меня к поиску. К церкви именно дочь. Потому что встал вопрос, как девочки расти. Потому что сами знаете, какое сейчас общество, какие дети, как дети развращены. И встал вопрос, как мне ее воспитывать. Какие дать моральные ценности. Ничего нет в мире. Коммунизм канул. Я хотела, чтобы она выросла христианкой. А чтобы она выросла христианкой, христианкой должна быть я. Но как-то все это вместе произошло. И мы сразу же случайно попали в церковь. И я в церкви прижилась. И мне в церкви все очень понравилось. Я тоже как-то пришлась ко двору. И произошел такой момент очень нехороший. Я не сразу подала заявление. Год я была в церкви безо всякого заявления. Вообще никем. Даже не оглашенной. И когда все это вскрылось еще в прошлом году летом, произошел такой инцидент с Ниной Александровной Жолнировой. Когда она сказала, что у меня нет Духа Святого. Я испытала ужас и всю ночь проревела в келье. Меня просто вот тогда, видимо, посетил страх Господень. Меня этот вопрос существенно стал волновать. И я сразу же написала заявление. И мне страшно было бы услышать на страшном суде вердикт Христа. У нее нет Духа Святого. Она пойдет в ад. Плачет. Крещение я и спрашиваю, потому что Библия говорит о том, что надо веровать и креститься для прощения грехов. И я это исполняю, когда поняла слова Библии. Я хочу спастись. Я хочу жить со Христом. Потому что жить на земле со Христом – это уже рай. А жизнь без Христа – это уже ад. На земле уже все начинается. Я не знаю, какие там есть вопросы. Задавайте. Я написала все в письменном виде. Наталья Приходько. А без крещения можно жить со Христом? Елена. Можно. Жить со Христом можно. Но я верю в Библию. И я исполняю слова закона Библии. Пытаюсь, по крайней мере. Крещение – это добровольный акт принятия Христа и признание Его своим искупителем. Я хочу сказать эти слова. Игнатий. Исполняешь или стремишься исполнять? Елена. Стремлюсь исполнять. То есть я грешна. Я верю, что в крещении Господь даст мне дар Святого Духа. И этим Духом Святым Господь будет помогать преодолевать эти моменты. Виктор Андреевич. Лена, твое отношение к тем словам, которыми часто обвиняют нас те, которые отступили. И теперь критикуют общину. Что у нас тоталитарная секта. Что мы все пляшем под дудку Игнатия Тихоновича. Елена. Это неправда. Мы все пляшем под дудку Иисуса Христа. Как говорит Библия, у нас есть свод законов. И мы строго по ним действуем. Виктор Андреевич. Что мы зомбированы. Елена. Ну, если эти слова кого-то успокаивают, то я зомбирована Библией. Я хочу быть зомбированной на всю оставшуюся жизнь. Загуляев. Лен, а чем отличается наша община от других? Елена. Во-первых, если честно, если бы я видела какую-то другую общину, я бы, может быть, и сказала. Я не видела ни одной общины. Я не вижу ее в досягаемости своей. Загуляев. А у нас очень тягостные внешние требования. Елена. Мне легко. Хотя были такие моменты, я их воспринимаю. Потому что даже если мне что-то говорят, как вот Наталья, мне тоже говорили, тоже это неприятно слышать чисто вот по какому-то такому человеческому моменту. Я вижу отчетливо все, что Игнатий Тихонович мне говорит. Игнатий Тихонович, другие братья. Это все идет по любви. По любви не к моему телу, а к моей душе. Загуляев. Может, Игнатий Тихонович свою волю проталкивает? Может, он такой? Или как? Елена Козлова. Игнатий Тихонович проталкивает волю Христа. Я бы тоже так хотела. Загуляев. Где ты была до того, как пришла к нам? Елена. Бегала. В 13 лет я, благодаря Божьему проведению, попала к пятидесятникам в новую жизнь. Я там пробыла 5 лет. Я могла бы и оттуда рекомендации принести. Я была ребенком. И у пятидесятников нету вот этого страха Божия. Не было и у меня. Это была какая-то игра для меня. Я была руководителем воскресной школы. Мы занимались с детьми. Я была в детском лагере. Только вот в пятидесятническом. То есть у меня были свои дети уже. Я вот как-то провожу аналогию, как-то близко это. Поэтому мне легко все близко. Проповеди мне там не нравились, потому что проповеди были на иностранном языке. И я их не понимала. Не было вот этой живости, как у нас, у Игнатия Тихоновича. Я очень хочу, чтобы Лиза была в лагере. Я постоянно отдаю ее в лагерь. Мне тоже хочется, чтобы Лиза подчеркнула то, что есть в этом лагере. Как можно больше. Чтобы на всю жизнь это осталось у нее в душе. Алексей загуляет. Лена, ты свободная или мы все-таки рабы здесь? Или как? Елена, мы рабы Христа. Алексей, но ты свободна или нет? Елена, свободна во Христе. Игорь Добунов. Лена, как семейный вопрос у тебя? У тебя муж верующий? Елена. У меня муж очень хороший. Он благочестивый человек. Он не препятствует мне. И все какие-то мои грехи, это все только на мне. Муж мой ни при чем. Он не препятствует ни в чем. Игнатий. Он сколько раз здесь был в лагере? Елена. Много раз был. И в этом году раз семь. Он помогает лагерю. Игнатий. Вот я гляжу, один он приехал. А он меня не видит. Что я в другом месте. Заходит сюда, и я думаю. Интересно, что за мужик такой? Я не знал, что это он. Он уже знает, где мешок лежит. Подходит, в мешок лезет. Достает веревочку, поясок. Подвязывается, пошел. Его не уговаривать не надо, ничего. Кем он работает? Елена. Он управляющий компанией. Он наемный рабочий. Он очень честный. Он не врет. Его именно за это и взяли. Он тоже беспокоился, когда мы пришли сюда. Жена Валеры Сокольского, тоже Елена. Ну вот почему вы о нем не говорите, что если он к вашей общине не относится, что он агрессивен, Елена Козлова. А потому что он не агрессивен, он мне не препятствует, Сокольских, Елена. А я тоже своим не препятствую, Елена Козлова. Ну вот вы хотели дочку Лену сейчас отвезти, поговорить. Елена Сокольских. Но после этого я, естественно, испугалась за ребенка. Елена Козлова. Дело в том, что вот я вам сейчас объясню. Это вот Наташа как бы специально все сказала, чтобы проявить вас. Не было бы Наташи, был бы другой момент. Вы бы от кого-то со стороны услышали. Это бы все равно вылезло рано или поздно. Нет, это не оскорбление, вы зря это. Игнатий. Оскорблять некого, потому что наше «я» умерло. Оно в вас не умерло. Елена Козлова. Вот вы считаете, что нас, грешных, можно чем-то оскорбить? Вот вы считаете нас грешными. А вы себя грешно считаете, Игнатий? Лена, минутку. Вот когда нас гнали в 1999 году, за два месяца 15 краевых комиссий было, то на меня возбудили три уголовных дела. Пожарники, юстиция. И главное, выступают по телевидению. Два фильма выпустили. А они очень агрессивные, стоит и говорит такая тетеха Гайдук по прозвищу Гадюка. А они не агрессивные. Во-первых, все процессы они проиграли. Я подавал в суд. Уже судебное решение вступило в силу. Заплатили мне деньги. По телевидению дали опровержение. Одного из тех, кто писал лживые статьи, Самульцева А, нашли убитым в подвале. Другой от инсульта помер. Подполковник милиции Дружинин, ГП. Это не наших рук дело. С работы телевизионщика, Лавриненко СН, выгнали. А они очень агрессивные. И никого нигде нет, не осталось. Все, теперь Бог показал, чья агрессия. А мы, какие были, так лагерь действует. Нынче ни одной комиссии, ни одного человека, ни одного препятствия, ничего. Лагерь действует и существует 35-й год. За 35 лет, наверное, разобрались бы власти, агрессивные мы или нет. Одно то, что снятый фильм о нас занял первое место в России, а другое первое место на международном киноконкурсе, где в жюри профессора в ГИКа, три митрополита православных. Согласитесь, это же все-таки не ваше мнение. Вы бы как христианка сказали, а другого я недостойна. Это только они со мной немного проехали и так сказать, и так сказали. А если бы узнали, как я дома себя веду, как пантера, да если бы узнали, на работе какая я зверюга, да там такая мерзость. И вот это бы показало, что ты христианка. Да, Дыбунов Игорь, и откуда он обо мне все знает, да? Игнатий, чтобы обо мне плохого не сказали, Давид говорит, я хуже, я червь, а не человек. Царь, ты гоняешься за мной, а я хуже мертвого пса, я блоха. Это наши наименования. Вот люди идут к Иоанну Крестителю, он говорит, порождение ехиднины, змееныши. Ух, это он меня так назвал. Да я преподаю в колледже строительном. Да пошел ты на... Елена Сокольских. Это кто сказал? Да если бы он мне сказал, а то девушка, которая младше меня. Игнатий. Дорогая моя, да он говорил тем, которые были старше его в несколько раз. Елена Сокольских. Так кто Иоанн Креститель? Игнатий. Так тогда он был не Иоанн Креститель, а Иван Захарыч. Дыбунов Игорь. Просто Ваня бомж. Игнатий. И при том дурит людям мозги. Единственная правда – это железная римская власть. Единственный человек, достойный уважения – римский кесарь. Вот настоящее. А это, говорят, выдуманная идея. Это мы сегодня говорим, Иоанн Креститель. А ему голову отсекли. Его ни во что не ставили. Об него ноги все вытирали и сморкали на него. Это мы сегодня говорим. Александр Мень – убитый священник. В 20-м томе мое интервью с ним будет опубликовано. А тогда его в КГБ брали, выкручивали, выжимали. А сегодня Ильина философа привезли перезахоронить. А когда жил его в упор, никто не видел. Солженицын приехал на чужую родину, и он никому не нужен, как умирающий человек. А это гений России. Может, за последние 200 лет больше гений и не восставал здесь у нас. Это мы привыкли, пророк Исаия. А его перепилили деревянной пилой. А пророк Иеремия. А его в грязь бросили, чуть не утонул в колодце. А пророк Иона. А его в море выбросили, кит проглотил. Это мы сегодня задавностью времени скрываем. Нам не видно шипов роз, а только запах доносится через тысячелетия. А рядом они кололись все. И пророки были все очень неудобны. Они такими словами громили, что нельзя узнать их. Мы, Израиль, мы, Израиль, мы, церковь. Он же говорит, блудница, всемирная проститутка. Иезекииле 16.25. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Да такие слова стыдно при малолетках говорить и прочее. Но это ты так считаешь, а Бог не посчитал. Это в Библию включены слова. Вот она, перед нами лежит Библия. Ты говоришь, блудила даже с изображениями. Я дал тебе подарки, дал масло тебе, дал муку, ты все проблудила. У Бога другого названия нет. Дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Прелюбодей – это изменник жене. Бог всех называет этими именами, кто изменяет Богу. Вы сказали, десять заповедей я знаю. Десять заповедей? А скажите, пожалуйста, третья заповедь какая? Жена Валеры. По порядку я не знаю, Игнатий. Я по порядку скажу. Исход 27. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. А вы его сколько раз упомянули? Напрасно. Не зная Писания, ни одного места. Придумали там Бога под камнем где-то. Это напрасно произнесли. Бог говорит, не оставлю без наказания. Даже переставить местами слова нельзя. Елена Сокольских. Но это полномочия Бога, но не Игоря Добунова, чтобы меня оскорблять. Игнатий. Он нас назначил полномочными представителями идти в мир и свидетельствовать. Говорит, слушали меня, будут слушать и вас. Не слушали меня, и вас не будут слушать. Добунов Игорь. Я чтец, понимаете, я имею полное право. Игнатий. Мы называемся свидетелями. Вы на Игоря смотрите, а вы на него посмотрите другими глазами. Это свидетель Господа Бога Иеговы. И Иегова послала его. И он говорит, замолкни небо, внимай земля, трепещи вселенная, ибо Бог говорит. А как Бог говорит, когда это пророк обыкновенный? Бог через него говорит. Он привел вам места писания. Елена Сокольских. Не почувствовала. Игнатий. Придет время, когда почувствуешь. Тогда захочешь время это назад вернуть. Елена Сокольских. Говорят, человеку скажите десять раз свинья. Он на одиннадцатый раз захрюкает. А меня десять раз там свиньей обозвали. Не осталось только захрюкать. Добунов. Мерзостью. Игнатий. Обожди. А почему не хрюкаешь? Елена. Христос силы дает не хрюкать. Добунов. Мерзостью вас назвали. И обезьяны один раз. Потому что вы сильно настаивали, что человек от обезьяны произошел. Игнатий. Христос называет людей, не принимающих истину, свиньями. Говорит. Не бросайте жемчуга перед свиньями. Ничего особенного нет. А человек, повторящий глупость, как пес, который возвращается на свою блевотину. Так что тут блевотина одна? Ты с кем споришь? Добунов. Черепок. Ты с кем споришь? Мы же вчера читали, загуляев Алексей. Не бывает пророка без чести только в Отечестве своем и среди ближних. Все ваши ближние вот как раз так и воспринимают. Почему и говорят, как только рождается духовно кто-то, восстают самые близкие, мама, папа, кто угодно. Всегда это было и будет. Поэтому Наташа и сказала, когда рождается ребенок, обязательно кто-то восстанет. Сатана восстанет. Сатана восстанет. Он не хочет, чтобы спасся ребенок. Душа его. Игнатий. Написано, когда рождается ребенок, напротив стал змей семиглавый. Раскрыл пасть дракон и ждал, когда родится, чтобы сожрать его. А какое толкование? Рождается душа. И кто против нее? Это в образе змеи желает поглотить. Чтоб над нами это не исполнилось. Дочь ваша Лена будет или не будет крещена, это вопрос Божий. Елена Сокольских. Когда у меня родился ребенок, то мама и бабушка трындели. Когда, когда крестить будешь? Они наоборот толкали меня изо всех сил. Игнатий. Это ничего не дает, потому они и толкали. Елена Козлова. Вот она меня обвинила, что я сказала, что ребенка лечить не надо, если он заболеет, и мне все равно, что ребенок умрет. Объясню, почему я так сказала. До момента обращения ценность жизни для меня была выше всего. Мне было страшно умереть. Но когда я поверила в Бога, я поняла, что есть вещь гораздо страшнее, чем просто смерть. Это смерть вторая. Есть и второе рождение, и вторая смерть. Мы умрем все. В 10 ли лет, в 20, в 60 ли лет. Мы все умрем, это неизбежно. Никто не прожил ни 300, ни 200 лет. А вот вторая смерть страшная, мучительная на всю жизнь, на всю вечность. Вот это страшно. Поэтому, когда я вижу, что ребенок умирает маленький, конечно, мне по-человечески жаль. Но мне еще более жаль, если душа умирает вместе с этим человеком. Когда душа умрет, это же страшнее, чем тело. Елена Сокольских. Ну, мы не будем вспоминать, Елена Козлова. Я вам об этом именно и говорила. Вы говорили, что прогресс, прогресс. Что как это хорошо, медицина должна развиваться. А для чего она должна развиваться? Елена Сокольских. Чтобы детей лечить. А вы сказали, не надо. Козлова. Не будет такого. Всегда будут болезни, всегда будут люди болеть. Болезни – это бичи Божьи. Лечить надо душу. Вы меня не так поняли. Не надо держаться за жизнь без Христа. Игнатий. Лена, ты говорила, что лечить не надо? Козлова. Нет, я так не говорила. Игнатий. Она не говорила. Вы две Лены не поняли друг друга. Она могла сказать, что если Бог не даст здоровья, то никакие лекарства-примочки не помогут. Елена Козлова. Для Бога все равно, когда тело умрет. В 10 или в 50 лет. Главное, чтобы душа спаслась. Игнатий. Духовно я перед вами идиот и больной. А телесно? Елена Сокольских. Ну, во-первых, я вас духовно не считаю больным. Хотя вчера меня тоже обвинили, что я всех верующих считаю придурками. Я так не считаю. Игнатий. Ну, ладно, телесно я сейчас здоров или нет? Елена Сокольских. Я думаю, что, как и у всех среднестатистических россиян, у вас есть свои болезни, но вы их скрываете. Игнатий. По телефону звонит Виктор Андреевич. Как здоровье? Один ответ. Железное. Виктор Андреевич. Аллилуйя, Игнатий. Мне главное сползти с кровати, если рядом товарищ, чтоб помог надеть штаны. Смех. А дальше я везде должен излучать энергию, чтоб никто не заметил, где свербит, где болит. Я считаю это за позор. Пройти прямо, сесть на велосипед прямо. Если мне плохо, только бы с глаз скрыться, чтоб никто не увидел. Загуляев Алексей. Лена, Игнатий Тихонович перенес сложнейшую нейрохирургическую операцию на позвонке. Ему ни сидеть нельзя, ни носить тяжести нельзя. Игнатий. Я всю жизнь на стройке проработал. Елена Сокольских. Игнатий Тихонович, вы меня простите, из-за меня все затягивается. Игнатий. А это очень хорошо, я очень рад, что вы сказали это. Елена Козлова. Еще у меня появились друзья в общине. Я очень сблизилась с Таней Дмухой. Потому что мы, во-первых, живем недалеко. У нас дети одного возраста. И семейное положение у нас как бы одинаково. То есть у нее с мужем нет мира. И у меня тоже как бы нет мира. И вообще мне близок этот человек по духу. Она мне очень нравится. Игнатий. Муж не будет тебе препятствовать ходить в храм? И не будешь ли опаздывать? Елена Козлова. Муж нет. Виктор Андреевич. Леночка, насколько я понял, через Катю произошло обращение. С Катей у вас продолжается общение? Елена Козлова. Нет, мы с ней практически не общаемся. Виктор Андреевич, надо общаться. Добунов Игорь. Помочь ей теперь. Елена Козлова. У нас было, я обращалась, но как-то я не видела ответной реакции. Игнатий. По сравнению с первым моментом, как ты к нам пришла со своей дочкой Лизой, какие-то изменения видишь в ней на сегодня? Есть ли перемены от того, что она ходит в общину, бывает в детском лагере? Добунов Игорь. Посерьезней стала? Елена Козлова. Но она вообще растет. Ей тогда было пять, сейчас восемь. Она изменилась. Она стала серьезной. И в то же время у нее нежность какая-то появилась. Игнатий. Ей не вредно тут находиться? Елена. Ни в каком случае, ни в коем случае. Игнатий. А муж на ее пребывание в лагере как смотрит? Елена Козлова. Он тоже видит изменения положительные. Всем проповедует и говорит, что дочь приезжает оттуда уже взрослой, серьезной девушкой. Он говорит соседям во дворе, которые спрашивали, куда я хожу. И он говорит, дети после этого лагеря приезжают как шелковые, как паструночки. Это чудесный лагерь. Отправьте туда своих детей. Он сам говорит. Игнатий. Их семья в Турцию ездила. И ее дочка пела там наши гимны про лагерь. Лагерь. Стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Дубнов Игорь. В автобусе пела. Игнатий. Лена, мне не нравится, что ты пропускаешь часто богослужения. И при том это не от ревности о храме. На мужа ты это не свалишь. Как в дальнейшем это будет? Я думаю, что ничего не изменится. Ты так пропускать и будешь. А пропускать будешь тогда, как написано в нашем уставе. После трех пропусков мы освобождаемся от тебя. Мы не затягиваем, не вербуем, как сектанты. Мы ставим препятствия человеку. Вы тут еще не досмотрели многого за нами. Вот она раза два-три нарушила где-то. Обычно сектанты в таких случаях гладят. Они хорошенькие, а у нас этого нет. Мы грубые, неотесанные мужланы. Мы два-три раза предупредили, закрыли дверь на ключ и все. Не нравится и Дев Покровский, там никто никого не спрашивает. У нас правило. Часовой в ограде стоит. Так что в этом вопросе уже можете поправку сделать. Нас ни один человек не обвинит, что мы агитируем, затягиваем, приглаживаем, лицемерим где-то. Елена Козлова. Нет, ну я пропускаю не по собственному желанию. Такие моменты. Ехать куда-то надо, ребенок болеет. Я больше трех-то раз не пропускала за два года никогда. И без уважительной причины, чтобы я не пришла в церковь, такого не было. Марина Дебунова. Она всегда предупреждает. Игнатий. Понятно. Но у тебя есть желание, чтобы не было этих пропусков? Елена. Есть. Игнатий. Напиши это, подтверди в письменном виде. Ты все равно будешь пропускать, опаздывать. Так хоть бумажка нам достанется. Загуляев Алексей. Лен, вот ты пришла, хорошие люди. Приятно, когда о нас хорошо говорят. Ты к хорошим людям пришла. За нами ты пошла или ты за кем шла? Елена Козлова. Когда я была первый год, три года назад, когда было крещение, когда Ольгу спрашивали, будет ли она и спрашивать крещение в другом месте, то она говорит, нет, я не буду. А вот меня бы вы вот сейчас спросили бы, буду ли я и спрашивать крещение в другом месте, то я ответила, буду, плачет. Я буду искать крещение всю свою жизнь, где бы я ни была. Игнатий. Еще одну Ольгу сегодня привезут. Сестру Виктора Николаевича Савченко. Симоненко. 1958 года рождения. Поехал встречать ее. О ней мы ничего не знаем. О ней ходатайствуют другие. Там муж не пускает. Узнал, что крещение? На крещение пущу, но только через неделю. Не со всеми. Побитый лежит в больнице, но жмет и жмет на свое. Не встречается мужчина, а мы близки с ним, и он принимает крещение. Мы едем с ним вместе, и он говорит. Блудил, менял жен, молчала. Сейчас уверовал, обратился. Поедом заедает, как ведьма сделалась. И при том, не один мужчина это говорит. Вот приехал к нам один. Николай Николаевич Вагнер. Четыре высших образования у человека. Две военных академии у него. С женой жили, говорит, душа в душу. Сейчас у меня ничего из прошлого нет. Поедом заедает. Доходит до полного развода. Елена Сокольских. Я знаю. Он бороду, наверное, отпустил. Игнатий. А у него бороды как раз нету. Он преподаватель в милицейской школе. Тринадцатикратный чемпион России под дзюдо. Это не Валера твой смех. Чемпион России. Он говорит, я не знаю, что делать. Каждый день она, как Мегера, грызет меня. То не так, другое не так. Кандидат наук. Такие звания у него. Миша Гордеев, когда у баптистов обратился, его жена на развод. А подруги спрашивают, что муж пьет? Да если бы пил. Да он же у тебя пил. Не пьет теперь. Ну а что, дерется? Нет, не дерется. Деньги-то приносит. Да, зарабатывает много. И все отдает? Да. Так что ж ты, Рита, не живешь с ним? Да к баптистам подался паразит. Да лучше бы он пил. Смех. А развелись и все. Да лучше бы он пил, бил, но только не был баптистом. Он сейчас православным стал. Елена Сокольских. Ну, она успокоилась. Игла. Успокоилась. Одна. И он один. Все, успокоилась. И никого нету рядом. Елена Козлова. На самом деле враг, он не дремлет. Игнатий. Человек во всех отношениях исправился. Вы просто проанализируйте себя. Вот если бы сейчас картина открылась. Муж, дочь, уверовали. Дальше жизнь такая. А если они не уверовали, что дальше? А дальше посмотрите на своего соседа. Другой она быть не может, если не будет верующий. Можете всех перебрать. Выше их ни один не поднимется. Возьмите дочь генсека Галину Брежневу. Чем закончилась? Запилась? Ко мне подходит из краевой прокуратуры, и из других учреждений. Возьмите в лагерь моего сына. Помогите дочери. Их губят наркотики. Люди не знают, что делать. Здесь, по крайней мере, это ей не грозит. Сокольских. У нас в роду все, Игнатий. А сейчас не спрашивают про роды. Это не в родах. Это совершенно не относится к наследственности. Один раз, один поворот на этой дорожке возврата уже никакого нет. Я говорю не только про наркотики. Грех. И в конце жизни катастрофа. У нее перспектива сегодня самая наивысшая. Она полагается на Христа. Вы просто успокойте свое сердце. Вы видите, такого разбора перед крещением нигде в мире больше. Быть может, нет. Повторяю, не мы хорошие, а просто этого нет нигде. Ни в России, ни за рубежом. Татьяна Капустина. Я хотела спросить, в какой семье она росла. Многодетная семья у вас была или вы одна в семье были? Сокольских. Сестренка есть, на четыре года младше. Татьяна Капустина. А вот у нас, понимаете, мы все одна семья. Лена Сокольских. Но вас я пока воспринимаю только как хороших людей. Но самого Христа я здесь не чувствую. Игнатий. А как вы чувствуете? Когда его не знаете? Елена Сокольских. Я не могу лицемерить. Я не могу сказать, как у вас хорошо, потому что я этого не чувствую. А сказать неправду я этого не могу. Пока я этого не почувствую, пока на меня сверху не снизойдет что-то, я никогда этого не скажу. Виктор Андреевич. Будем молиться, чтоб снизошел Дух Святой на вас. Игнатий. Кто за то, чтобы Лену Козлову допустить до крещения завтра? Восемь за, против нет. Обсуждать допуск к крещению Ольги, сестры Виктора, мы не будем так, как мы ее не знаем. Это будет решать батюшка, учитывая рекомендацию Виктора Савченко, брата ее. Татьяна Капустина. Она была у меня, мы с ней долго разговаривали, и она очень расположена, и она много читает. Это вот сразу ее подняло. Витя много с ней, конечно, работает, но вот препятствия муж только у нее. Игнатий. У нас нет другого выхода. Нужно молиться, а уж Бог усмотрит. Главное, это ее брат Витя. Витя ходатайствует. Препятствий вроде там никаких нет. Поблагодарим Бога и будем заниматься своими делами. Поем достойно есть. Ефесянам 5,14. Под именем Бога так много творилось. Вершилось безумие стольких столетий. Позор инквизиции Папою Римским. Спасаться придумали в кельях и в склепах. От имени Бога соборы, каноны. Такие, что против словес Иисуса. Всего мы, конечно, не знаем, не помним. А многие пятна замыли искусно. Во имя Христа под анафему тянут. Под дудку безбожных царишек танцуют. А горним толкуют сидящие в яме. Но что не по Библии, явно что в суе. Христолюбивое воинство пашет снарядами пузом дородную землю. Нам имя Христова надежная башня. Все верные в ней без войны отсиделись. Во имя Иисуса вложите мечи. И словом Его припояжьтесь на битву. Придется не бить, а смиренно лечить. А сколько несчастных в неверии гибнут. От имени Бога церковный синклит. Манипулирует тьмами слепцов. Но так ли Писание делать велит? Лосиницы мрачные закрыли лицо. А то, что Господь повелел многократно не душу отнять, а свою положить за ближнего, значит, духовного брата. Нигде никогда не склоняться ко лжи. От имени Бога, а Бог ни при чем. В попах наивысшая дерзость лютует. Не с Библией вышли с сакральным мечом. Не воины Бога, а так самоплюи. От имени Бога и как бы сам Бог зовет примириться Иисуса принявших. Стоит Моисей у куста без сапог. Но вскоре обуется, выйдет на стражу. 16 июня 2007 год. Игнатий Лапкин.